Я разработала первый набор EmoDZ от Apple. Любимый логотип Артемия Лебедева. Магические конструкции в JavaScript. Магические конструкции погнали. Всем привет, с вами проект UwebDesign, подкаст Суровый Веб, выпуск номер 154. Сегодня у нас 6 февраля 2018 года, без 15.12 по-челябинску. Да, всем привет. Привет. Меня, во-первых, зовут Никита Тарасов. Тебя, кстати, Александр Гончаров. Я просто напомню для всех. Да, я тоже думал, как это вплести в наше повествование, но ты прям всунул вообще без прелюдий. Прям вот сразу. Знаешь, мне кажется, что мы забыли слова вот за это время. Вот просто забыли, как вот эти обороты наши красивые. Как мы будем с тобой рекламировать Smart Tape? Как мы будем вообще что делать? Я не знаю. Зачем ты спойлер-то сказал? Вдруг кто-то надеялся, что мы не будем больше его рекламировать? А ты прям так сказал, что да. Да. Вообще, вот несмотря на то, что нас не было целую неделю, то есть у нас подкаст уже практически раз в две недели выходит в этом году, в 2018. Еженедельный подкаст от его дизайна. Раз в две недели. Да. Несмотря на это, у меня сегодня Блиц. Я не знаю, как у тебя, у меня Блиц. Я прям вот. С учетом того, что я читал свои темы на час дольше, чем ты, то у меня еще тот Блиц. Не, ну я две из своих я читал просто еще, когда я их нашел. И да. Да. Поэтому, может быть, мне это дало какую-то фору. Хорошо, это замечательно. Может быть, как-то у нас сегодня неравномерное распределение произошло. Пуассона. Я не знаю, при чем здесь пуассон. По-моему, была какая-то такая хрень. Это нормальное распределение пуассона. Но, может быть, я что-то и путаю. Пунсоны еще. Это, короче, точки на карте так называются. Все, закончили. Хорошо. Короче, первая тема. Сразу же приступим. Знаешь, что, кстати? Ты, кстати, знаешь, что? Нас же хвалили в чатике, в телеграммском чатике его дизайна, хвалили за то, что было много дизайна в прошлый раз. Да, да, я помню. Причем, знаешь, это кто-то типа Арины Бусыгиной написал гигантское. Это была Ксения. А, Ксения Жаринова. Я вспомнил, да-да-да. И самое глупое, что мне это пушного почему-то. То есть, очевидно, что в первоначальной, так сказать, ревизии ее поста был меншин меня. А потом уже меншин она стерла, потому что там edited было написано, что отредактировано. Но у меня уже так или иначе остался меншин на этот пост, и поэтому вот так. Она передумала тебе это писать. Просто, понимаешь, мы сейчас с тобой перечислились, знаешь, как будто у нас женский чат максимально. Мы сидим, купаемся, купаемся. Ну, слушай, это была Тата, это Ксения была, там Ленка, это была там Юлька, знаешь, вот такая тема. Ну, вы вообще, уважаемые подписчики, кто заинтересовался всем этим цветником, так сказать, вы переходите, ссылки на youbdesign.ru, мы вам сегодня еще об этом скажем. Да, согласен, цветник хороший, красивый. Короче, первая тема, погнали, все, погнали. Не знаю уж, это будет дизайновая тема, или, как вы скажете, может быть, это разработка, может быть, это светские новости. Значит, первая тема, это как бы тема нон-грата, мы просто ее говорим, и неважно, вот вы сами должны додумать, из какого она раздела. Константин предлагает тем, много сегодня предложенных тем, сразу скажу, просто пестрит вашими ссылками, у меня тут в Телеграме все. Поэтому первая тема Константин предлагает, держите пару темочек. Пару, не пару, взяли одну. Мы разберем, естественно, первую, да. Да, взяли одну, значит, есть оригинал, есть жалкая копия на Вайсере, мы жалкую копию посмотрим как раз. Я разработала первый набор МАДЗИ для Эппл, и эта работа изменила мою жизнь. Читаю я таким, как бы женственным голосом, цитату от дизайнера Анжелы Гузман, или Гузман. Это, между прочим, дизайнер, очень крутой дизайнер, как я понимаю, который дизайнил первый пак МАДЗИ для Эпплов, реально, в 2008 году. В том самом 2008 году, когда еще, по-моему, был типа айфон 3G. 3G вышел в 2008, да. Да, то есть вот это вот прям вот то самое время, когда вот это мыло было вот в руках у вас, и все считали, что это просто прорыв техники, значит, и просто боготворили Сила Джобса в тот момент. Реймонд. Вот именно тогда Анжела Гузман, между прочим, была подаваном. Она не была, как бы, главным джедаем в этом во всем, она всего лишь была наставником. Она была, наоборот, как бы подмастерьем, скажем так, у главного дизайнера, которого зовут Реймонд. Между прочим, честно говоря, я сначала был восхищен Реймондом, думаю, блин, а кто же, что за чувак Реймонд? Потом я увидел фотографии, и у меня все перевернулось, скажем так. А там будет, да, в конце статьи? Да, там будет фотография, да. Ну все, хорошо. Значит, между прочим, она училась до этого в каких-то крутых там школах. И, ну, школах я имею в виду, высших школах, естественно. И уже, когда она училась в высших школах, она уже там стажировалась чуть ли не в Эпплах или где-то там, что-то там. И, короче, посмотрели на ее работу и решили взять в Эппл, таки взять. Взяли, думали, куда распределить там, как обычно. Тебя взяли дизайнером, а куда тебя поставить, хрен знает. Не сразу, знаешь, на тот, вы пойдете на тот объект. Нет, там вот непонятно куда. Ну давайте, ладно, пойдем на Эмодзи. Это сейчас как раз та самая тема. Значит, и реально она пришла, у нее мурашки по коже. Купертина там, знаешь, все. Сан-Франтийско, хрениско. Короче, так все классненько. Прям супер круто, вдохновленная такая. Практически это ее собственный проект, получается. То есть это вот, ну, не то, что она, знаешь, там где-то в огромной команде. Всего лишь они вдвоем, значит, с этим чуваком. Чувак сильно ее научил всему, если вы понимаете, о чем я. Ей достались такие Эмодзи, как сердечко. Такие Эмодзи, как труба вот эта вот веселенькая. Хлопушка. Хлопушка труба веселенькая. Хлопушка. Я просто, понимаешь, последние темы, которые я читал, это было про архитектуру. Поэтому у меня сейчас трубы веселенькие только на умах. Вот, чувак, который вместе с ней, Реймонд, который ее наставник, он нарисовал, между прочим, какашечку. Смеющееся до слез лицо. Это, мне кажется, это самые-самые популярные Эмодзи, вообще самые хайповые, самые крутые Эмодзи. Я честно скажу, я какашечку вообще не использую. Я тоже. Я, может быть, какой-то не такой, но вот нет. Как-то это слишком по-детски. А ты сейчас увидишь у Реймонда, какой он, и поймешь, почему ты какашечку не используешь. Так вот, короче говоря, он, да, он сделал реально самое популярное. Она тоже, ну, сердечко. Как там, как горит волосаком-то? Ну, камон. Так вот, сердечко, это, ну, досвидос, реально. Значит, не знаю. Ну, ты слушай, труба радостная тоже, я тебе скажу, прям классная. Трубу радостную я использую периодически. Конечно, труба радостная, да. Там, значит, ну, они работали там днями и ночами, естественно, охренеть. Дали Стиву Джобсу на проверку. И он подтвердил, сказал, да, такие эмодзи будут. Вот реально, сам. Представляешь, у тебя Стив сам подтвердил. Мне вот интересно, а хоть какой-нибудь он забраковал в тот момент? Или он просто, как бы, ему понравилось пять? И он такой, ну, вот, раз эти пять классные, значит, вот всем я отдам, так сказать. Ему какашечка конкретно понравилась, остальные как бы насрать вообще. Она говорит, она еще рассказывает небольшую такую предысторию, как, в принципе, они рисовали. То есть, говорит, вот, например, я взяла сразу сложного элемента. Взяла обручальное кольцо, вот то самое, которое, знаешь, с камнем. Говорит, его сложно рисовать, там сложные текстуры, как бы, такие переливы в маленькой вот этой хреновеньке. Там, знаешь, надо еще раз глядеть. Вот, поэтому, говорит, взяла со сложного, поперла, научилась, как играть там с гранями, тенями, хренями. Вот, говорит, приближала постоянно, отдаляла. То есть, там каждое эмодзи выверено было просто сто тысяч раз. Интересно, в каком разрешении она рисовала? Ну, хотя, да, наверное, сразу в векторном, что говорить-то, это все-таки, ну... Ну, конечно, конечно. Они же используются на разных экранах. Или потом, может, их действительно сначала в говне нарисовано, потом для ретины уже перерисовывали, когда четверка вышла. Они такие, а, нет. Ну, вот, кстати, да. Кстати, тут вопрос, да. То есть, хрен его знает, как они нарисовали. Мне понравился здесь микрофакт, что Рэймонд использовал завитушку от какашки еще и в мороженом. Да, да. То есть, они там ржакали, и вот эта вот та самая верхняя завитушка у мороженого, это завитушка от какашки. И она написала, что живите с этим. Вот. Значит, здесь есть дальше фотография, особенно Рэймонда. Мне кажется, он в Сан-Франциско и родился, собственно, по его позе, скажем так. Да. Слушай, нет. Я бы, честно, представлял, что там суперстарый чувак. Нет. Но оказалось, что нет. Там, как бы, как тебе объяснить? Там такой, знаешь, родом из Сан-Франциско чувак, который, скорее всего, его нельзя обижать никаким образом. Его нельзя из Сан-Франциско никуда транспортировать, потому что этот мир его уничтожит сразу. Да, согласен, согласен. Ну вот, короче, они там супер... Она очень много подчеркивает, что они стали с Рэймондом супер-друзьями. Ну, естественно, друзьями, потому что, как вы понимаете, больше ничем с ним нельзя стать. И, говорит, вот именно эта дружба, она порождает вот такую классную работу. То есть, что люди прямо, они вот зави... Ну, как бы, не то, что... Друг с другом просто как велосипед, как два колеса, короче. Что прям классно все работать. Значит, с ним до сих пор, говорит, встречаемся, говорит, и балдеем, и какашечки вспоминаем, значит. Там она говорит, что это реально, типа, ее вот прям цель жизни была. Я, говорит, с утра вставала практически без будильника. Так шла, хотела на работу, так мне нравилось. До свидос. Вот. Ну, в конце вот здесь написано, что Рэймонд подарил ей подарки. Какие-то скудные китайские просто... Нет, ну там, видишь, сказано, что в МАДзи изначально вышли в Японии. Почему именно в Японии? Какого хрена? Лимитит издания, как вот у Metal Group выходит, японская. Вот, видимо, у них тоже Эмодзи сначала в Японии вышли, они прощупали на дураках. Извините. И вот это именно японские, видимо. Потому что, ну, как бы, я не то чтобы разбираюсь в иероглифах, но они не китайские. Прям вот отчетливо не китайские. Так что, видимо... Мне интересно, а вот все новые версии Эмодзи, вот эти двое, хоть как-то причастны или нет? Я не знаю, потому что она сказала еще, что кроме нас еще работали все-таки люди над Эмодзи, но над другими. Так что я думаю, что там, знаешь, все такое меняется. Ну, возможно, Реймонд все еще свою какашечку пилит каждый раз в новую iOS. Тем более, что вот она-то почти не меняется, насколько я понимаю. То есть, если, например, смайлики людей, они вот в 2008-м были детки, а сейчас там уже именно взрослые люди. И как будто бы Эмодзи, они взрослеют вместе с пользователями Эмодзи. Вот, мне интересно, сам Реймонд их старик... Ну, сам Реймонд, ему была работа. Там, между прочим, были и ЛГБТ-пары новые. Я думаю, он дорисовал еще что-то новое. Возможно, да, он просил. Я безобесплатно дорисую, дайте только мне за равенство, так сказать, за равноправие. Да-да-да, вот. Так что, тут хрен его знает, хрен его знает. Смотри, я просто к чему, давай итог подведем небольшой. Ну, давай, конечно. С удовольствием. Просто, понимаешь, даже вот на заре, на заре, когда, короче, еще непонятно было, будет ли Трежи великим телефоном, будет ли, короче, вообще все, будут ли Эмодзи, приживутся ли, да? То есть, непонятно еще. Ты делаешь такой проект, да? Казалось бы, ты делаешь вообще хрень какую-то. Ну, нарисовал, ну и что, иконки, да? Ну, я согласен. И когда это реально инновация, это вот прям вот пук в воздух мог бы быть. То есть, казалось бы, пук в воздух. А на самом деле, через несколько лет это просто легендальная штука, которой все пользуются и уже просто даже не пишут обычными словами, а пользуются какашечками. Да, уже есть просто функция эмодзификация в iMessage. То есть, там он прям те слова, которые он ловит, как эмодзи, он их автоматически может по нажатию кнопки все переделать в эмодзи. И это как бы реально работает, я проверял. И даже уже на iPhone X оно анимировано. Анимоджи, так сказать. Да, да. Я хочу просто первый комментарий здесь с Вайсера зачитать. Просто насколько, насколько супер унылый комментарий, скажем так. Он поэтому и смешной, потому что унылый. Если вылить воду, ну в смысле из статьи, то получается, попало на практику, пришлось научиться рисовать иконки в стиле Apple. Мороженое рисовалось с какашки. Всем желаю того же. Ценности в материале чуть меньше, чем никакой. И чувак дальше ему отвечает. Если из вашей жизни вылить воду, то получится, что вы родились и померли. А ценности в вашей жизни чуть больше, чем никакой. Вот да, вот этот айтишный снобизм, он, конечно, меня каждый раз прям отталкивает от рунетовского сообщества. Любое тупое говно на реддите и то встречается более добрыми комментариями. Я имею в виду айтишное. Не фотки котиков и сисек, там-то как бы и так понятно. А именно вот обычное айтишное, и то встречается, так сказать, с большим теплом, чем вполне себе нормальный интересный материал, который попал в ваш любимый подкаст на Вайсере. Да, на таких русских сайтах. Это еще я хотел сейчас сказать, что, по-моему, здесь платные комментарии, но я его, наверное, путаю с тяжурного. В тяжурном ли точно платные? А в Вайсере, может быть, и бесплатные? Ну, это как бы не меняет того, что, ну, камон опять же. Ну, камон. Да, ну, камон. Ладно, первая тема посмотрели. У нас, тем более, сегодня уже Блиц-подкаст. Ну, конечно, конечно. А это значит, что мы идем к нашим, ну, не баранам. Я не буду говорить к нашим баранам. Мы идем к нашим, как сказать, постулатам. К нашим постулатам идем. Во-первых, у нас есть столпы. Это патреон. На наших столпах. Вот это просто столпы нашего подкаста. Понимаешь, если не будет какого-то из них, просто он рухнет. Покосится крыша, понимаешь? Он как бы на столпах, а столпы все-таки на черепахах и китах. Я правильно понимаю? Что у меня картина мира все-таки как-то это. Да, и на какашечках. Я не знаю, почему, но тем не менее. Патреон. Патреон.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Один из столпов. Обязательно. Просто рекомендую вам хотя бы просто посетить. Зайти. Вдруг вас увлечет. Вдруг вас увлечет. Я знаю, знаешь, что я подумал? Знаешь, я что подумал? Вот патреоны у каких-нибудь известных косплеерш, да? У них... Не патреоны, а патроны. Патреон это сервис, а там патроны. Нет, я хочу сказать, что патреоны. А, патреон страницы. Все, понял. Понял. Да, патреон страницы вот у некоторых косплеерш, да? Они в какой-то момент, переваливая за 20 долларов, уже начинают как бы подписывать, что здесь будет столько там на СФВ фоток, здесь будет там нюд косплей. Нужно ли нам тоже через сколько-то долларов поставить, что у нас нюд косплеи будут? Или там нюд подкасты? Обязательно. Эксклюзив большими буквами еще надо написать и кучу заводочек кидать в патроновскую ленту, которая вот там заблюрена. Я буду просто с волосатой грудью с утра фоткаться и говорить, что утро, морнинг, и как бы... И самое главное, знаешь, вот просто придумать, допустим, какие-нибудь, я не знаю, там, два больших кабачка, но чтобы заблюрены, и казалось, что титьки такие здоровые, или там жопа. Блин, два больших кабачка. Ну, это два больших кабачка. Интересно, очень интересно. Да, интересная вещь. Ну, дождемся, когда кабачки подрастут, потому что... А то не поверят, да? У нас-то прям не вместятся в камеру. Здесь есть награды, то есть вы можете подписываться на наш патреон, можете нам заносить здесь ежемесячную, так сказать, дань, подношение. И все будет классно. Здесь есть награды, которые вы получаете. Ну, самое попсовое, это пятидолларовая награда. Просто те, кто заносит по пять долларов, получают два стикера бесплатно. И веб-дизайновский, и вводы-геймсовский, вводы-гейсовский практически. Те, кто десять долларов занесут, первыми вообще узнают про наш подкаст. На сутки раньше его смотрят, могут комментировать там. Прям вот, ну, вы нас на кончиках пальцев ощущаете. Первый вообще всемирный подкаст, а вы вот здесь уже и сейчас слушаете. Двадцать долларов – те люди, которые могут участвовать в закрытой телеграм-группе наших космонавтов и влиять на выбор тем. Я сегодня уже перед тем, как мы этот подкаст обсуждали с Никитой, я создал эту закрытую группу, потому что у нас есть двадцатидолларовый один патрон. Я отправил ему ссылку в личку здесь на Патреоне, но он пока не присоединился. То есть завтра, завтра он еще даже раньше, чем десятидолларовые подписчики увидят подкаст, он увидит наши обсуждения темок. Он увидит, какие темки не попали в подкаст, а почему те, которые попали, попали именно в таком, так сказать, ключе, в таком количестве. Я считаю, это самая бесценная информация, которая вообще существовала сегодня вечером. Согласен, согласен. Да и в принципе мы можем туда же с тобой, знаешь, какой-нибудь бред пописывать, покидывать один из стикеров в день, и это уже смешно. То есть, ну, я согласен, участие в нашей закрытой группе, не вот в той, где 280 человек, где уже просто там вакханалия происходит, да, где нас хвалят женщины по тебе. Да, с цветами как Баскова. Все-таки вот та самая, эксклюзив, там даже Сани Ефремова нет, который как бы вот, он участвует как бы в развитии нашего проекта, но нет. Слушай, я, знаешь, вот думаю его туда пригласить, просто чтобы это была отдельная группа, где мы вторым сидим, где можно говорить, что куда мы пойдем на день рождения и где будем пить пиво. А, ну, согласен, да. И просто наши 20-долларовые патроны, они все равно до нас не доедут, да, хоть как? Вот именно, вот именно. И точечных кроватых ракет, как у Израиля, у них тоже нет. Они не смогут в то самое окно закинуть ракету, где мы будем бухать. Пусть приходят, 20-ти баксовый, приходи, напишу прям в какой бар приходить. Приходи, садись с нами, прям закуривай, ложись. Вот, да, это уже ближе к тому, что у нас происходит, на самом деле. В общем, наш патреон, patreon.com.euwebdesign, здесь классно. Да, да. У нас есть, к тому же, сайт, между прочим. Следующий столб, это сайт euwebdesign.ru. На нем можете регистрироваться справа в сайт-баре. Обязательно регистрируйтесь, чтобы оставлять свои темы. Тоже, там же, в сайт-баре, есть специальная тема, в которой вы кидаете свои статьи. Самая интересная. Очень много было в этот раз. Мы взяли самые классные. И так же будет каждый раз. Это euwebdesign.ru все. euwebdesign.ru.ru.donate. Это классическая страница для доната. Просто для тех, кто может себе позволить. Просто для тех, кто, знаешь, ездит на крутых машинах. Которым не нужны награды. Они просто S-класс Mercedes остановили на 5 минут буквально. Зашли на euwebdesign.ru.donate. Перевели нам свою месячную зарплату просто. И поехали дальше. Да. А для тех, кто только вот хочет ездить на Mercedes. Только вот, знаешь, только учусь. Вот. Те, кто только учится, они пусть пишут на work.euwebdesign.ru, чтобы прорекламировать себя и стать еще богаче. Стать просто крутыми с помощью нашей рекламы в подкасте. Понимаешь? И не только в подкасте. Просто на work.euwebdesign.ru написали. И такие говорите. Блин, ну вот... Значит, ну, есть бизнес, да, пацаны? Давайте займемся бизнесом. И пишите work.euwebdesign.ru. Да, я просто... Ни одна судьба уже изменилась всего лишь от одного письма. Поэтому вы подумайте вообще об этом. Я считаю, что скоро уже можно будет отдельный выпуск делать с теми людьми, которые стали долларовыми мультимиллиардерами только благодаря рекламе в нашем подкасте. Конечно. Там такая грустная еще музычка будет сначала, а потом веселенькая. Ну да, да. Там будут камеры на спицах велосипедов в заблюренный такой день с желто-оранжево-голубым фильтром. Помнишь, да, мы рассматривали, что у всех кино... То есть, если у нас украинцы ты имеешь в виду, все выпускают оранжево-голубым? Так, а кто еще-то у нас рекламу покупает, Сев? Согласен, согласен, в принципе. Короче, еще есть, как и было сказано, телеграм-канал, телеграм-группа. Все это можете ссылки найти на ewebdesign.ru slash about. Там нет закрытой группы с Патреона, но зато есть открытые. Есть открытые, заходите, обязательно присоединяйтесь к нам. Кстати, на странице ewebdesign.ru slash donate есть наш биткоин-кошелек. Можете... Это говно, которое до 6 тысяч долларов падало, нам скинуть, что слить просто. Вот зачем вам... Зачем пачкать ваши криптокарманы этим говном? Просто сбросьте его нам, и все будет классно. И нам одна из наших подписчиц, опять же, Алмазка-Алмазка, она нас пристыдила, что у нас ссылки на наш Патреон не было в описании YouTube-канала, и не было непосредственно вот на ewebdesign.ru slash donate. То есть она что, прям не могла, да? Она искала, не могла. Вот в двух местах самых часто, так сказать, посещаемых посмотрела, там нету. Пришлось уже, так сказать, ну в поиском воспользоваться как-то это. И, видимо, у нее боль целую. Она пережила, я исправился. Все, теперь везде есть ссылки, все классно. Отлично, отлично. Ну и стикеры в ВК у нас есть, vk.com slash ewebdesign. Те самые два стикера, которые вы, в принципе, можете получить на Патреоне, если просто закинете 5 баксов. Но еще и можете просто их купить просто вот в стикеры во ВКонтакте, vk.com slash ewebdesign. Заходите, заказывайте. Я, кстати, тебя расстрою, и в том числе нашу украинскую, практически прекрасную половину подписчиков. Доставка почему-то на Украину стала уже какие-то вот не детские 180 рублей, только за доставку. Поэтому мы стоимость в ближайшее время поднимем. Но это абсолютно не наша прихоть, это не политическое решение. Сугубо экономическое. Поэтому еще чуть-чуть, и стикеры за 5 долларов, это мы себе в убыток будем вообще работать. Ну, кстати, да, кстати, да. Придется, знаешь, там писать в приписочку, если вы украинец, то 10 долларов. Ну, нет, я считаю, мы готовы понести эти убытки для того, чтобы все-таки над Украиной взмыли вот наши два стикера. Тем более, что я обещал признаться одному из наших подписчиков в том, что на самом деле все мы здесь латентные украинцы. Поэтому как бы вот, как ни крути, мы готовы эти издержки, так сказать, понести. Особенно с учетом того, что стикеры-то мы присылаем один раз, а патроном-то вы будете несколько месяцев. Ну, вот зачем ты раскрыл, зачем ты раскрыл эту тайну великую? Ну, это все равно уже никто не дослушает. Все уже проматывать начали, уже прокликивать, где уже наконец-то начнется нормальный контент. Не вот это вот, как оно у нас называется, полезная информация, а вот все-таки реально полезная. Ну, смотри, дизайн. Я просто вижу много тем по дизайну. Из них только одна моя. Соответственно, возможно, Ксения будет снова довольна. Ну, слушай... Хочешь ли ты удовлетворить Ксению своими раз, два, три, четыре, пятью темами дизайна и моей шестьей? Я думаю, что та тема, которая первая была, ее все-таки нужно отнести к дизайну. И тогда вот две твоих темы, я думаю, справятся даже лучше, чем пять моих. Ты думаешь, она уже удовлетворена, уже какашечкой удовлетворена, думаешь? Возможно, мороженкой и хвостиком от мороженки уже, да, этого было бы достаточно. Так, ну, моя первая, я так понимаю. То есть я сейчас запивай. Зажигай, я бы сказал. Тот самый прокомментировал, оставил нам эту тему еще к прошлому выпуску. Это, кстати, прямое доказательство того, что мы все ваши темы перерабатываем. Наша бухгалтерия иногда нам их доносит только уже спустя один выпуск, поэтому вот бывает такое, что мы позапрошлые темы, так сказать, еще рассматриваем, но просто мимо них нельзя пройти. Вот еще очень крутая тема про проектирование крутых продуктов. Эту тему я дропнул и не прочитал, почему-то я ее не вытащил из-за тем. Вот, тем смешнее было. Причем в нашем вот этой закрытой группе для 20-долларовых подписчиков я написал, что я ее, скорее всего, дропну. И почему-то сам же не внемлил своим, так сказать, словам. Вообще, я вот себе сейчас отмечу здесь маркер. И это будет тот самый случай, когда я просто волосился перед нашими подписчиками, и я за это обещаю эту тему прям вызубрить на зубок к следующему подкасту. И вот там от души, чтобы вот тема Джеффа Дэвидсона прям зажгла. Прям вот в главную вообще, вот в главные мы ее темы подвесим, потому что чтобы вот прям реабилитироваться перед вами, уважаемые слушатели и зрители. Ничего ты. Беспрецедентно вообще. У нас Блиц сегодня, напоминаю. Fairpixels нам говорит на Hacker Noon. Эту тему я сам нашел, никто нам ее не предложил. Дорогая Apple, пожалуйста, почините ваши уведомления. Это одна из вот этих вот вайновых тем, когда вот какой-то чувак докопался так тупого говна, но на самом деле здесь он это сделал просто тупо оправданно. И мне даже интересно вот то решение, которое он предложил, как оно тебе покажется изящным или нет. В общем, говорит, мне нравится iPhone. Все, говорит, вот в основном все детали, все вот мелкие детали, весь UX, он классный. Но вот, говорит, 2-4 раза в день происходит просто конкретнейшая фрустрация. Просто, говорит, хочется вот обосраться от злости, от того, как полный хаос превращается в полный хаос превращается жизнь автора. Ну, говорит, давайте я покажу. Вот я, говорит, нахожусь в заметках. Я такой думаю, пойду-ка я назад на экран, нажму вот на эту вот стрелочку notes, то есть вернуться к списку заметок. Говорит, именно в тот момент, когда я нажимаю, появляется уведомление, вот типа, вау, у вас суперновое письмо, а там, вау, ты жмешь в тот угол и открываешь это письмо. У тебя не открывается список заметок, а ты случайно тапаешь на уведомление, и как бы, ну, ничего умнее телефон не делает, кроме как открыть это уведомление, ты же на него нажал. Так. И, говорит, его бесит, ну, то есть все, он переходит абсолютно в другое приложение. И, ладно, говорит, просто, ну, то есть он здесь это не упоминает, это уже я говорю. Ладно, ему просто нужно открыть диспетчер задач и вернуться в заметки обратно. У него еще это письмо помещается как прочитанное, и ему нужно внутри писем, тоже вернуться на список писем, пометить обратно его как непрочитанное, по крайней мере, я так делаю, а у меня именно такая ситуация тоже бывает прям периодически, прям вот не один раз в жизни было, а прям вот раз в месяц, два-три раза в два-три месяца у меня точно такое бывает. Вот. И поэтому, да, это действительно бесит. Вот он здесь даже не упоминает о том, что надо еще письмо пометить как непрочитанное. И это, говорит, как вот в японских РПГ. Прям вот идешь, все ми-ми-ми у тебя, хоп, сразу супер битвы, сразу тебя нагибают просто вот. И ты такой думаешь, какого хрена, я две секунды сейчас просто хватал ртом и жопой, и только после этого я загружусь и уже буду к этому готов. Вот тут примерно так же. А если, говорит, посчитать, две секунды агонии три раза в день, это примерно 0,6 часа в год. Если, говорит, две... Он прям считает, да. Если, говорит, две тысячные, семимиллионные пользователи айфонов хотя бы примерно такой опыт получают, то это уже 8400 часов в год боли вашим пользователям. Ну и он, говорит, я, говорит, вот настолько часто вообще это все пострадал, что я, говорит, иногда в режим не беспокоить увожу телефон для того, чтобы не было никаких уведомлений. И только тогда вот нормально могу что-то читать, что-то делать на телефоне и так далее. Я не совсем понимаю по поводу не беспокоить. Я из-за того, что профессионал не беспокоить, понимаешь? Я как бы... У меня грандмастер не беспокоить на жизни. Я не понимаю, как они так нажимают не беспокоить. Хотя, наверное, это все-таки в iOS 11. Я могу-могу не знать этого. Но в iOS 10, а конкретно 1033, который стоит на моем шикарном iPhone 5, режим не беспокоить тебя никак не ограждает от верхних баннеров. Вот я тебе сейчас так скажу. То ли это только в 11, но, по-моему, все... Я как бы не грандмастер, но все-таки мастер. То есть у меня он по... У тебя по таймеру. У тебя по таймеру. Да, в 12 ночи, в 7 утра отключается. Так вот, здесь есть у меня галочка. Тишина. Божественный перевод. Тишина. И два варианта. Всегда, пока iPhone заблокирован. И у меня стоит галочка, пока iPhone заблокирован. Что означает, если у меня телефон в руке, и я в него смотрю, то у меня есть все уведомления. А если он у меня заблокирован, то ничего нет. Так вот, если я нажму всегда, то даже когда у меня телефон в руке, у меня не будет пушей. Проверю, тебя так же или нет. И я уверен, что это было уже с незапамятных времен. Я как только первый раз включил себе не беспокоить. Во-первых, тогда моя жизнь изменилась. Я сейчас на грустненькой музыке должен опять же это говорить. Я уже тогда выбрал, что вот пока у меня iPhone не заблокирован в руках, я буду терпеть уведомления в любом случае. Погоди-ка, мне нужно куда зайти еще раз, напомню. Настройки не беспокоить. Вот у меня прям полмесяца. И там у меня есть всегда и пока iPhone заблокирован. А, да, пока iPhone заблокирован есть, да. Вот, вот если ты поставишь всегда, вот ты будешь прям total grandmaster. У меня стоит пока iPhone заблокирован. То есть у меня когда я... Не, ну у меня тоже стоит пока iPhone заблокирован, но если всегда, ну это вообще досвидос. Это прям реально тебе ничего не придет никогда. Вот да, у тебя только единички, так сказать, на рабочем столе будут меняться, но ты об этом даже не узнаешь. В твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь. Поэтому это надо прям решиться на такой шаг. Хотя вот опять же, с учетом того, что у меня это происходит все по таймеру, может быть у меня это и имеет смысл, потому что, ну, если уже реально 12 ночи... Ты имеешь в виду, если уж отключиться от всего мира, то уж отключиться по полу. Я, наверное, отключаюсь не в последнюю даже очередь от того, чтобы телефон даже вибрации не издавал, потому что жена, например, уже спит. И даже вибрации они могут как бы разбудить реально, если там телефон лежит одним уголком на столе, другим уголком там на книжке каком-нибудь или карандаше. Не, если, например, ты с открытым телефоном и много тебе пишут, например, в личку, то он может просто задолбать, вибрировать реально. Вот да, поэтому, ну, как бы я вот пока не стал ставить всегда, но тем не менее, с учетом того, что вот у меня-то это только по часам, мне, может быть, и имеет смысл сделать прям и всегда тоже. Уже как бы ночь, и все, и хрен бы с ним. А тебе, да, на full time, full time, do not disturb, это, конечно, уже жестко. Это жестко, это прям вообще жестко. Это прям, знаешь, как уйти куда-то в горы, короче. Вот да. Ну, он, короче говоря, он подумал, почему вообще такое? Ну, потому что, говорит, вот есть два угла, и прям по паттерну мобильной разработки в iOS эти два угла всегда снабжают такими кнопками. То есть, это, говорит, в любом приложении, не только в стандартных айфоновских приложениях, это есть и просто в приложениях, которые, ну, написали сторонние разработчики, но использовали, так сказать, гайдлайны в iOS. И, говорит, уведомления эти углы закрывают. Поэтому, говорит, ну, вот, почему бы не сделать уведомление вот такое маленькое по центру? А, здесь у него есть вот LaunchRock, ему пишут письмо, и вот он его делает маленьким по центру, и там, типа, вот кнопки Notes и Done в заметках остаются свободными. А он говорит, было бы классно, если бы Apple такое реализовала. Я не могу сказать, что он как-то очень изящно сделал. Это уведомление выглядит как какой-то обрубок просто. Просто какая-то писька в центре висит, причем еще и маленькая. И как-то вот думаешь, какого хрена вообще? То есть, во-первых, вот если я буду жать на Notes и буду жать вот, ну, как бы, центром подушечки своей пальца. Попадешь все равно, ты имеешь? Я все равно смогу попасть на уведомление, оно откроется. А делать его еще уже, но там тогда уже ничего не прочесть. То есть, вот здесь у него влезло две малюсенькие строчки, а вот полностью вот в длинное уведомление у него влезло, ну, как бы, ну, большое количество текста, поэтому я не знаю. Слушай, можно много решений, можно много решений придумать, вот я одно бредовое скажу, вдруг меня сейчас услышит, хотел сказать, Стив Джобс, вдруг меня сейчас услышит Джонни Айф, например, и все поймет сразу. Если реально такая проблема есть, и кого-то реально это бесит почему-то, и таких много реально людей, скорее всего, нет, ну, допустим, это можно было бы сделать, что если проверять, опять же, если, короче, у тебя на фоне, когда приходит баннер, короче, когда приходит баннер, ну, уведомление, у тебя в фоне есть, ну, вообще, точнее, активное приложение у тебя есть с такими кнопками верхними, да, проверять, если есть, то, короче, по нажатию на баннер открывать хреньку, типа, открыть, писька, что-нибудь, вы точно хотите открыть писька, не сразу открывать, а именно, вы точно открыть писька, все, чувак нажал, такой, не-не-не-не-не-не, стоп, отменил, и пошел дальше. Ну, может быть, да, я не знаю, я не готов тебе ответить, что я считаю нужным здесь вообще сделать, возможно, как-то это все, ну, по центру реализовать, или, ну, хотя, опять же, по центру, кстати, чтобы ты знал, я не знаю, как в 10.3.3, но в 11 прошивке убрали возможность, вот раньше были уведомления в виде баннеров и в виде всплывающих таких штук. Прям помнишь по центру еще? Я помню. Да, я помню. Вот их нет. Алерты, в смысле, такие прям. Да, вот алертов теперь нет. Ну, это страшное дерьмо, на самом деле, честно признаюсь. Есть еще такие, знаешь, в нижнем диалоговом окне такие алертики, ну, в смысле, просто диалоговое окно у тебя открывается, окна жать там, допустим. Вот, ну, ну, нет. вот я его не видел уже в 11 не видел или где? Да, нигде не видел. Я в 11 видел, снизу всплывает, когда ты покупаешь приложение, пальцем нажать, вот там снизу оно всплывает. А что еще там бывает? Хотя... я тебя понял. А, я понял, это в Safari, в Safari есть такое, да, сохранить пароль, там, вот это, да, 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 я его в нативных приложениях я не видал. Но, может быть, есть этот элемент диалог, неважно. Короче говоря, вот Карим, UI дизайнер от Fairpixels Pro, он предложил вот такое решение, оно спорное, оно спорное. Пишите нам в комментариях, что думаете, вообще предлагаете, может быть, вместе, так сказать, всем миром соберем письмо, какую-то петицию, отправим Тиму Куку, он его сразу в шредер просто перенаправит, и все. Он его сразу в свой шредер засунет, сводит, провернет, как говорится. Смочет перед этим, ляжет на живот, одно колено подогнет, и нормально ему будет. Но, вообще, суть в том, что я прям вспомнил сейчас кусочек Симпсонов, где, типа, или не Симпсонов это, а, клиники, наверное, но, может быть, и в Симпсонах тоже было, когда, типа, ящик пожеланий от персонала, и эта дырка, она прям в шредер сразу ведет, брррр, просто, и все. Отлично. Так, дальше у нас Максимус предложил такое обсудить. Студия Лебедева сделала логотип для логистической компании, это просто синий ромб, статья на эти журнале. История отсылает к старой новости, но вы ее не обсуждали, так что осмелись вспомнить. В конце 2017-го студия нашумела логотипом для бургерной из Гомеля. Я тоже открываю эту статью, обе будем сейчас обсуждать. На ваш взгляд, эти две работы троллинг, плохой дизайн или гениальные решения? Я сразу скажу, про ромб я все знал, я как-то вот, эту тему я перемолол через себя еще, когда это было, так сказать, хайпом, я не знаю, месяц назад или когда. А вот про бургерную из Гомеля, я видел, как у всех бомбило в чате, как все кидали этот логотип, все говорили, что говно там и так далее, но я так в ситуацию и не вник, теперь вник. Ты скажи мне, ты хотя бы что из этого знал? Я скажу тебе так, я тебе скажу, про ромб я видел чисто мельком, вот чисто мельком, я видел, что ромб, но зная уже, что студия Лебедева может сделать такую штуку, как вот этот вот логотип закусочный, который я видел, собственно, я в Дуде, я видел в Дуде это, то есть я, я и сам кейс видел, но я не читал конкретно, то есть там же есть полностью описание, почему так сделали. Ну как водится, да-да-да-да-да. Вот, я просто видел, что в Дуде он сказал, что типа, чуваки, вы просто ничего не поняли, как обычно, вы зря, говорит, не используете, это вообще-то круто. Ну я не знаю, он может быть уже, он просто жирный тролль сидит, я не знаю. здесь это обсуждается, что возможно он просто, ну как бы слил, он не смог признать, что все-таки это тупое говно и пытался, так сказать, это, жопу себе длить. оно тупое говно, допустим, оно тупое говно с одной стороны, с другой стороны, знаешь, ну, как бы, как тебе сказать, ну, я бы не сказал, что я блюю от этого, ну прикольно, я не знаю, как-то, не то чтобы свежо, оно тупо как бы, но может быть так и хотели, понимаешь, может быть это типа, настолько типа, тонко, что прикольно, я не знаю. Ну вот, я тебе предлагаю, я тебе предлагаю, сейчас начать все-таки с ромба. Ну, давай, давай, давай про ромб, давай. Так вот, на дежурной ли пишут, что вот придумали логотип для транспорта, я просто мать вашу синий ромб, то есть вот он синий, на сером фоне такой, ну, сочетание цветов нормальное, контрастное, по задумке студии, монолитный ромб указывает на крупногабаритность, габаритность перевозимых товаров, то есть вот непосредственно ромб показывает о том, что вот товар, он стоит как бы на ребре, не на ребре, на вершине, так сказать, и ты его никак не повернешь, он бесит, он как бы вот, ну, ни кубик, ни квадратик, который на одном ребре лежит спокойненько, и занимает компактное малое место, он мать твою ромб, то есть он очень неудобный такой, и из-за этого непонятно, как его поместить, ну, и вот здесь у них на одном из макетов логотип нарисовали на грузовике, вот тут тягач, который везет вертолет, практически как Ку-7, который тянет самолет, только тягач везет вертолет, так вот, я открываю сразу кейс на artlebedev.ru slash exclusive logistics slash process, здесь же вот на тежурной ли есть ссылка, я это читал, я весь кейс тогда читал, то есть чуваки реально, они в тот момент, они очень сильно заморочились, то есть там арт-директор, он как бы вот смотрел, сначала скетчи в этих, ну, в блокнотах, там несколько дизайнеров, по-моему, трое или четверо, я не готов спорить, они все соревновались, так сказать, в вариантах, и вот, ну, давай просто так, скроллить походе, что называется, я скроллю походе, там досвидос, без похоти, а вот походе хотя бы, да, ну, реально, некоторые вот как 1А, 1В, 1С, очень напоминают деловые линии, ну, реально, камон, и еще логотип CSS3, там вот троечка тоже, именно подобная, вот где ЕА, ну, ЭЛ точнее, это Electronic Arts, ну, мне и Fidex, напоминает, то есть реально, здесь есть, тут вот кит от Докера немножечко на скейтборд попал, то есть рефы есть, рефы прям вот как бы сквозят, ну, на некоторых, конечно, вообще не сквозят, там, где вот, например, впервые засветился ромб, у третьего дизайнера, там вот комбинация из трех фигур, треугольник, это какой-то, где-то ромб, где-то флажок, и кругляшок, ну, это, конечно, прям вот, ну, никакой критике не поддается, такой бред, я даже не понимаю, некоторые чем вообще обусловлены, то есть, ну, реально. Ну, окей, допустим, не будем сейчас каждую обсуждать, но допустим, да, все, которые буквенные, какие-то вариации, это все, конечно, конкретный зашквар, там, где вот буква Е, сферу, пытаются обнять, слишком как-то это все по 90-м выглядит, какие-то тени, какое-то это, ну, реально, сейчас уже так как-то, ну, на мой взгляд, уже вот, вот на данном этапе развития лого-дизайна не надо так делать, то есть, это может быть, опять же, будет модно там через 10 лет, но вот сейчас нет, какой-то аквариум с ленточкой, как будто это гроб, в котором лежит спящая красавица, ее надо поцеловать, стеклянно, это, конечно, тоже не очень, мне понравился вариант, как нашивка, там, где грузовик, яхта, ну, это где-то, второй дизайнер, как нашивка называется, третий вариант, да, вижу, он такой прям вот, ну, не, он просто слишком детальный, как бы, он реально, сколько деталей-то всяких разных, подожди, ну, если мы говорим об одном, то здесь палка-палка, огуречек, еще и на этом вот корабле, на этом авианосце, еще и крест сверху, мы об одном говорим? Я не знаю, я дошел там, где уже с красной машинкой, красная машинка прям, ну, ну, крест видишь на корабле? Я к тому, что по сравнению с ромбом, тут дистализация полнейшая. Ну, согласен, да-да-да. Здесь смешно, что муравей тащит пианино. Муравей тащит пианино, круто, да. Ну, да, я согласен с арт-директором, ощущение, что муравья придавило. Не то, что он тащит весь такой классный, а просто, что его раздавило. Эл, это, кстати, эксклюзивная логистика. Ну, все вот эти, опять же, текстовые, это, конечно, вот, нет. Я скролюсь, эксклюзивная логистика с верблюдами, это, конечно, остроумно, но оно, понимаешь, ты же знаешь меня, я люблю, когда логотип скейлится. То есть, когда вот есть Coca-Cola, ты его скейлишь вниз, остается Coke, тем же шрифтом, скейлишь еще вниз, остается только вот эта волна. Не вниз, а в уменьшение, так скажем. То есть, когда логотип адаптивный, то, что мы обсуждали в этом подкасте неоднократно, responsive logo. И когда, опять же, ну, даже более сложный, там, какой-нибудь логотип, домик, он на большом баннере, он у тебя детальный, но когда ты это уменьшаешь, у тебя он маленький домик, но оно все равно сделано настолько в одной стилистике, что ты понимаешь, что это та самая компания. Вот тут, где три верблюда и надпись эксклюзивная логистика, на мой взгляд, никак это уменьшить вообще нельзя, поэтому такое использовать, это, конечно, не очень. Здесь, какой-то, вот там, где арт-директор говорит, это индуизм какой-то, мне это, на самом деле, напоминает не только действительно какой-то иероглиф, мне это еще напоминает и «Газпром», и «Роснефть» одновременно, то есть у них там тоже есть какой-то типа пламя, ну «Газпрома» прямо конкретно пламя, а у «Роснефти» еще и цветовая гамма похожа, похожа, я не говорю такая же. Там, где это что, «Шанель», да, вот там, где «Э-э», так сказать, две пересекающиеся, это же «Шанель», ну так, шутки ради, конечно, интересно. Тут, где начали уже с типографикой играть, это да, тут уже пошли госуслуги, там, где это пунсон, так сказать, ну вот там, где конвертик или это «Воздушный змей», прикольно, только к эксклюзивной логистике отношения не имеет, но сам факт прикольный. Мне больше всего нравится очень комментарий арт-директора «Не, не, не про то». «Деловые линии», «Знак кирпича», «Растрепленная скатерть», серьезно? Да, да там вообще-то свидетельствуют такие комментарии лучшие просто. Ну, причем, не факт, что это, конечно же, Лебедев, но да, это как бы вот, причем, смотри, там в какой-то момент арт-директор уцепился за идею стрелки, начали ее развивать, прям вот пробовали, делали, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, потом хоп, и все-таки как-то это. Все, логотип должен быть таким. Теперь главное правило и без опечатки поставить надпись. То есть, от стрелки, до которой арт-директор докопался, видимо, сам он что-то делал, хоп, ромб. И вот, что касается именно логотипа с ромбом, и учитывая всю ту работу, которая была проделана, я считаю, что это нормально. Это неплохой дизайн. Особенно с учетом того, что они здесь реально пытались заморочиться по поводу того, где еще надпись сделать, и она реально органично выглядит. Вот ромб сделан классно. Особенно учитывая фронт работ, реально, ребята все перепробовали вообще. И является ли ромб самым классным вариантом из этих? Вопрос. Является ли он действительно самым изящным и подходящим? На мой взгляд, да. Вот ромбу я прям отдаю приз своих симпатий. Все говори. Короче, короче, я не понимаю, знаешь что? Я не понимаю, знаешь что? Точнее, я все понимаю, и понимаю, почему так произошло. Смотри. Во-первых, если вы не тупой чувак, если вы не просто дизайнер, который с макбуком, да, а если вы хотя бы выходите на улицу, иногда смотрите на логотипы какие-то, например, там вывески старые, какие-нибудь из 70-х, каких-нибудь 80-х, 60-х, не знаю каких. Короче, знаешь, какой-нибудь, такой, знаешь, старый, какой-нибудь металлоконструкции какие-нибудь, знаешь, рекламируют. Ну, даже не рекламируют, а вот чуваки просто производят, и у них там логотип. Да там вот такие же простейшие фигуры, я не шучу, там просто треугольник плюс палка, или там, я не знаю, ну вот такие вещи, треугольник, вписанный в кружочек. Там просто реально простейшие геометрические фигуры. Вот. Я не знаю, чем тогда руководствовались, когда делали такое, потому что я вот реально видел, мне кажется, я сейчас не назову ни один, мне кажется, да, но мне, вот если вот так вот вдуматься, то таких вот простейших логотипов до хрена. Я, да, я поддерживаю тебя в этом вопросе, их действительно до хрена, но я думаю, что у каждого из них все равно своя история. Где-то тупо схалтурили, а где-то реально вот, ну, думали, продумывали, как здесь, и посчитали, что это, что, ну, а почему бы и нет? То есть вот у всяких, у нас недавно в чатике, в большом, там был Александр Кодола или Кодола, я хрен его знаю, не важно как, но ты понял, чувак, который электроникой увлекается, он рассматривал референсы логотипов советских радиозаводов, там почти у всех радиозаводов примерно такой логотип, просто треугольник, в нем кривая линия, что означает там волна, радиоволна и так далее. То есть да, это геометрический логотип, это круто, это, здесь это действительно уместно, на мой взгляд. Пишите в комментариях, срачи, прям это будет да. А по поводу бургерной, по поводу бургерной Джон Федор, так вот здесь на афише.тута.бу, ну, видимо, белорусский сайт, ну, Гомель это белорусский город, поэтому белорусский сайт, есть история о том, что вот у них уже есть бургерная, Джон Федор, и они хотели сделать бургер Вены, ну, ты меня понял, да, у нас в Челябинске такие есть, вот эти фургончики с бургерами, и они заказали, есть такая услуга, в студии Лебедева, экспресс дизайн, так вот она, просто подразумевает, 1700 долларов, тебе дают один дизайн финальный, все, ты ничего не можешь менять, ты ничего не можешь, так сказать, возникать, ты просто можешь его либо использовать, либо не использовать, все. Погоди, такой вопрос, сразу такой вопрос, тебе дают вместе со всеми, значит, вот истории, предыстории, референсами, со всеми приколами, как он будет выглядеть на кружках, хренушках, совсем, или просто одну PSD-шку, аишку? Слушай, я не готов тебе ответить, насколько тебе дают стайл гайд, или тупо одну аишку, но суть в том, что потом уже, после этого, Лебедев, ну, не сам он, а сама студия, выложила, так скажем, историю создания этого логотипа, и один из них, по мнению вот заказчиков, реально был классный, они просили Лебедева, можно вот мы вот этот будем лучше использовать, там, логотип номер 3, ваш вариант номер 3, и он сказал нет. Ну, и как бы они боятся, и, ну, не используют, что он там в суд подаст, и так далее, то есть он очень за свою, так сказать, работу, он следит, но, но вот да, ну, в общем, суть в чем, вот действительно, на YouTube-канале Вдуть, он сказал, что это один из его любимых, любимых логотипов, и, ну, там 3 он назвал, сейчас я попробую их воспроизвести, я просто на память сейчас говорю. я уже не помню, он это говорил, но я не помню, блин. Ну, сейчас я найду, найду, не могу найти. Но Джон Федор был, да, Джон Федор был, и это, как бы, я не знаю, я так не понимаю. Логотип Яндекса, логотип Большого театра, и лого Гомельской бургериной Джон Федора, вот. Да, 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 и, видишь, после, ну, вот здесь сам, так сказать, гомельский чувак, вот этот Кирилл Помалейко, он дает интервью, говорит, что вот мы заплатили 100 тысяч российских рублей, или 1700 долларов, и мы получили этот стиль, условия одной, дизайн не обсуждается. Ну, видишь, получить стиль, может быть, это считается все-таки, ну, хоть, хоть какие-то вариации, как я люблю, скейлинг. Так вот, он рассказывает, что, я, говорит, когда открыл письмо со ссылкой на работу, я понял, что в одном проекте реализовались все мои страшные, самые страшные ожидания. Я, говорит, конечно, ожидал, что может быть тупое говно, но, как бы, всегда думал, ну, как бы, ну, это же Лебедев все-таки, ну, все равно что-нибудь классное получится, хотя бы, ну, хотя бы просто прикольно, и мы сможем, типа, это использовать, и да. И вот, я, говорит, не ожидал, я ожидал, что может быть плохо, но не ожидал, что настолько. Бывает, вот, результат плохой, ты расстраиваешься, а тут у меня была просто истерика. Я смеялся, думал, что это все розыгрыш, сейчас придет другое письмо с нормальным логотипом, но другое письмо не пришло. Вот. Ну, и он, я, говорит, всем показал логотип, и, говорит, все сказали, что просто тупое говно, просто вот логотип ужасен, и так далее. Примерно через две недели уже успокоившись, Кирилл написал отзыв о работе дизайнеров. Ну, и вот тут из отзыва есть вот шесть положений, я их, пожалуй, прочту. Первое, этот логотип не сможет попасть в топ-10 лучших логотипов года. Второе, этот логотип сможет попасть в топ-10 худших логотипов года, за которые были заплачены деньги. Третье, мне кажется, я уже однажды делал этот логотип сам, в 96-м году, когда я впервые познакомился с программой Paint. Четвертое, этот логотип не понравился никому из тех людей, которым мы его показали, ни одному из наших клиентов. Нейтрально на него реагируют только коты и собаки, и то есть подозрение, что некоторым собакам он все же понравился. Пятое, этот логотип мелкий, плохо читаемый, вряд ли хорошо запоминающийся. Шестое, возможно, этот логотип опередил свое время, возможно, он покажется всем очень крутым через 15 лет, но, к сожалению, большинство наших клиентов не опережает свое время. Именно это большинство платит нам деньги сегодня. Шестое, Лебедев в ответном письме написал, что клиенты в конечном счете едят не логотип, а бургера. Согласен, но значит ли это, что логотип не нужен вообще? За что тогда заказчики логотипов платят деньги? Само собой, никаких претензий у нас нет, условия были описаны, мы их приняли, но прошу, дайте возможность использовать промежуточный логотип, пожалуйста. Здесь показан промежуточный логотип, то есть вот две такие булочки, желтая и красная с надписью Джон Федор, Джон русскими Федор по-английски. Ну да, наверное, неплохой, наверное, как бы вот неплохой, особенно по сравнению вот с тем, который, так сказать, в итоге. Кстати, чтобы ты понимал, вот опять же, здесь фото с айдентикой, вот этот картонный пакет, да, залепленный стикером Джон Федор, и картонный стакан Джон Федор. То есть, возможно, все-таки они какой-то стайл гайд сделали, и все-таки, ну, примеры, так сказать, показали, как это может быть выглядеть. Причем, обрати внимание, даже вот салфетки, они именно выполнены вот в этих зелено-красно, ну, ты понял, в каких полосатые. То есть, все, в принципе, это типа продумано. То есть, ну, опять же, я не говорю о том, что это тупое говно, нет, оно реально продумано, у этого есть какой-то... Кстати, сам кейс я, опять же, не смотрел. Хотя его можно открыть, просто у нас блиц сегодня, поэтому я вот, я вот открою, и может быть, может быть, после подкаста я даже не это, не постыдюсь, потрудюсь реально прочитать, так сказать. я вот тоже открыл, там очень много веселых, веселых таких, задорных логотипов. Знаешь, что, короче, я тебе хочу сказать? Мне вот, кстати, вот я быстро, я открыл кейс, мне понравился тот, который вот, вот тот пак, который понравился, так сказать, заказчику, и там есть пак, где бургер положен на бок, и слева кунжутная половинка, справа сплошная, и между ними красная колбаса, а все остальное черное. Понял? Да, да, достаточно свежо. Вот это реально прикольно. Это вот по городу грехов, все черно-белое и красная колбаса. Ну, то есть не колбаса, наверное, все-таки говяжий котлет, но неважно. Красный бутерброд. Да, да, это прикольно. Ну, ладно, я еще посмотрю, потому что там дальше просто такая ваканаля началась. Там космос, там шляпы дальше, там вообще, там просто сюрреализм. Ты просто вспомнишь, что мы тоже когда-то делали логотип бургерный, Слушай, да, по-моему, было. Экологичных бургеров мы делали логотип. И что у нас там просто, по-моему, бургер был? Ну, у нас классно получилось в итоге. Мне, блин, сейчас бы найти бы это вообще поражать. Может быть, мы опередили сами время. Может, у нас как раз и Джон Федор и получился. Не, я без сложной скромности скажу, что у нас получилось прям круто. Короче, выбор 2018 года логотип. Помнишь? Или хотя бы сейчас прям загугли в прямом эфире? Давай загуглю. Я помню, 2018 логотип. По-моему, он духом похож на это. Духом. Вот духом похож. Вот первый самый. Ты увидишь. 2018 марта выборы президента России. Самый первый. Ты увидишь. Я, к сожалению, на медузную статью зашел. Не, я картинки просто в гугле открыл. Ну, я знаю. Ну, логотип-то я тысячу раз видел. Я не видел, так сказать, где обсуждалось это. Вот в реально каких-нибудь топовых дизайнерских кругах. Вот топовый дизайнерский медуза. Ну да, и наш подкаст, естественно. Короче говоря, знаешь, чем он напоминает мне Джона Федора? Вот этим вот каким-то таким зашрифтом, не с хрена. Наклоном, наклоном. И курсивом этим. Тупорылым. Причем это вот, если вспомнить типографику, бывает реальный курсив, а бывает тот, который именно просто вот сжали и помернули. Вот тут именно сжали и повернули. Просто вот говно. Да, я еще что-то хотел еще. У меня было вот одно из того, что вот у меня было какое-то заступательство за Джона Федора, честно признаюсь. Было какое-то. В смысле за логотип? За вот этот? Да, за вот этот, который тупое говно, тупого говно. Было какое-то у меня. Да просто что-то, я вот не знаю. Я вот смотрю, и... А, я вот, я вспомнил, какое у меня заступательство было. Значит, у меня было две мысли. Одна по Киану, Ривзу, который, который типа, как он? Конспиролог Киану? Да, по конспирологу Киану, что это просто были за... Перед этим заплачены кроме 1700 долларов. Были заплачены огромные деньги еще Лебедеву за просто пиар Джона Федора. Вот, вот. Это я тоже... Я об этом думал, кстати, когда просто еще вот мы не писали подкаст, я просто что-то ходил по дому, мне эта идея в голову пришла, и я ее забыл. А ты вот прям молодец, сейчас мне напомнил, и да. Но это пиар как бы за счет репутации Лебедева, тут сомнительно. Ну, как бы может быть такое, то есть это как бы по идее, ну, и за счет его репутации по сути пиар, потому что я получу тебе деньги за то, чтобы ты сделал мне типа дерьмо, и сказал, что ты сделал дерьмо, как бы, и... Ну, ты в принципе такой же уже полузнаменитый, полудурачок, как бы, а почему бы нет? Давай замутим, за лям, не знаю чего, конфеток, за лямбургеров. Вот. Это первое. А вторая идея просто, что если даже получилось так, что от души был нарисован, сделан логотип Джона Федора, да, то я считаю, что это просто подарок от этому чуваку, который... Я считаю, это подарок, потому что это просто халявный пиар, получается. Халявный пиар Джона Федора. Если это было бесплатно сделано, просто он должен быть благодарен за херовый логотип, потому что это просто сейчас везде, и сейчас Джона Федора знает эту хреновину. Так бы он был обычно стандартным говном. Вот, а так это просто пиар, я считаю. Да, да, я не могу прям вообще не согласиться с тобой, прям вот все, как ты говоришь, а сам логотип, вот, кстати, опять же, самый главный показатель, вот ты бы, будь у тебя бургерное, использовал бы или нет? Да я бы взял бы сразу и поставил, вообще бы написал, что Лебедев сделал мне, ни хрена себе, и пусть он вошел бы в первую тот топ-1 худших логотипов, да по хрену, вообще, вот это по хрену. Вот, да, я только хотел сказать, мне не нравится, но я бы просто взял бы и поставил, особенно теперь, после всего этого хайпа, стопудов бы поставил. Не, я пизде бы поставил, я бы на машину себе наклеил. Да, это точно, поэтому тут, конечно, вы, уважаемые, так сказать, хейтеры, уже, знаешь, не знать как будто слов, как бы вот этих хейтеры, вот вы, уважаемые хейтеры, немного погнали, это как бы вот погнали. Оно, конечно, может быть и тупо, но в любом случае, особенно после такого резонанса, это благо. Да. Так, дальше. Господа, у нас блиц, напоминаю. Господа, оцените новые варианты дизайна я.ру, сами светочи приложились, статья я.ру. Так вот, статья, статья, между прочим, прямо на блоге Яндекса, и в чем суть? Ты вот, Никита, опять же, знал, что есть легкая версия Яндекса, вот не Яндекс.ру, а просто я.ру. Да, честно скажу, знал. Я тоже знал, то есть не обману я тебя, и не буду даже обманывать. Я всегда, когда даже тестирую пинг, вот, ну, просто на работе, мне надо проверить, смотрит компьютер в интернет, я пингую, я.ру. Просто пишется очень быстро, пинг, я.ру, и все. Ну и как бы, да и все, как бы, да. В 2000 году Артемий Лебедев предыстория, решу проверить, можно ли уместить Яндекс в 5 килобайт. Чтобы уложиться в лимит, он оставил на главной странице только логотип, строку ввода и кнопку найти. Так появился поиск я.ру, лаконичная версия Яндекса. Сейчас его интерфейс никого не удивляет, но 18 лет назад интернет был устроен по-другому. Владельцы сайтов стремились показать на главное все лучшее сразу, на этом фоне я.ру смотрелся аскетично, поэтому необычно. На самом деле он существует до сих пор, каждый день им пользуются сотни тысяч человек, а похожие версии появились и у других поисковых систем. Кстати, я вот не знал, у кого еще такое есть. Ну, Google он и так такой, то есть у них нет вот этой стартовой с кучей виджетов и прочего. Хотя я-то еще из тех, из той плеяды, так скажем, которая помнит вот это iGoogle. Это ты как раз мог темку себе на Google поставить, там виджеты. Я даже ее себе делал, но почти не пользовался. Ну так, потому что в любом случае, как только ты вводишь поисковый запрос, она видоизменялась в обычный Google, насколько я помню. Хотя, может быть, мне и память изменяет. Так вот, Яндекс 26 января это было, в 10 утра причем по таймеру, видимо, сделали отложку, отложку поставили, что они сделали проект поиск новых форм, альтернативный взгляд на главную страницу Я.ру. Может быть, подогреть к ней интерес дополнительно, может быть, просто как бы, ну, у них пиар-отдел работает, решили такую движуху устроить. Но, как факт, предложили известным дизайнерам переосмыслить лаконичный поиск, подумать, как он должен работать, какие эмоции он может вызвать у пользователей. В свое видение, Я.ру представили 11 дизайнеров дизайн-студий. Не все специализируются на веб-дизайне, стремились, чтобы у участников проекта был разный бэкграунд. Ну, вот студия Bonny & Slides создает презентации, там видно, что прям вот, да, Red Mad Robot разваливает мобильные приложения, там прям текстовый такой чат-бот. Нам в анонсе с STS Till, который нам предложил эту тему, написал, даже сами светочи приложились. Кто здесь светочи, я не понял. Ну, наверное, Лебедев. Может быть, Артемий Лебедев. Да, но просто это не мудрено, с учетом того, что ему принадлежит оригинальный дизайн. Ничего тут такого суперсветочного нет, но допустим. Перехожу на Я.ру. У нас здесь, у меня здесь обычный вот Яндекс, обычный на IT. И снизу логотип Яндекса, который при ховере окрашивается. Hover. Простите. Так вот, Red Mad Robot показываю. Здесь чат-бот. Привет, это я. Что будем искать? UwebDesign, я ему напишу. Причем пользователь с картиночкой UwebDesign, у нас здесь под нашей почтой Зоидина, пишет UwebDesign. И там сразу, друзья, настраивайтесь на волну UwebDesign. Подъехал новый подкаст и еще 25755 ответов. Рад помочь, поделись мной в соцсетях. Вот так вот здесь это реализовано, в этом чат-боте. Ну, прикольно, почему бы и нет. Ира Иванова, у нее здесь куча изогнутых вот этих тоже форм найти. Немного напоминает глистов, может быть, напоминает какие-то, я не знаю, кораблики, которые по ручейкам плывут, вот что-то такое. А почему Ира Иванова-то, е-мое? Ну, видимо, это какой-то топовый дизайнер, мы просто не понимаем. Здесь под каждым из них есть видео, но и там она, чтоб ты понимал, как две капли воды похожи на Лию Вироу. Вот нажми, просто вот, ну... Куда я должен нажать-то? На Яру, когда ты видишь... Ну, Иру Иванову. Снизу есть типа YouTube, типа видео. Я тупо... А, вижу, вижу, вижу. Да, 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 пошло, пошло, вижу. Может быть, она Светоч, я не знаю, но тем не менее... Она Светоч, возможно, Возможно, Светоч, и там дальше еще другие Светоч. Есть Стас Аки, и там просто вот ты скроллишь, и какой-то странный бред получается, я не понимаю, нахрена. Ну, в смысле, там просто у тебя разворачивается дерьмо какое-то происходит. Там какие-то точки, что-то просто наркомания очень странная, геометрическая. Бред, реально тупое говно. Ира Иванова прикольно, Red Mad Robot говно, Стас Аки говно. Андрей Зубрилов, у него здесь моргает просто курсорчик. YouWebDesign, сейчас проверим, как он. А, и он меня просто редиректит на обычный Яндекс, понятно, говно. Артемий Лебедев, здесь классика, практически материал дизайн, просто строка с Яндекс.Поиском. И да. Ну, слушай, она вон как едет. Нихрена себе она едет. Ты напиши его. Я нажал, нажал, да, да. То есть даже еще заанимировали, мне нравится. Блин, здесь еще на Яндексе подгрузился, когда я пишу ей веб-дизайн, справа подгружается виджет, так сказать, YouTube канала нашего. Количество подписчиков, количество просмотров, показано число видеозаписей, канал создан. Классно. Я прям даже нажму читать дальше, посмотрю, что здесь есть и перейду на YouTube. Пусть поведенческие факторы улучшатся у этого виджета, пусть все это жмут. Мне понравилось. Сейчас, подожди, я только заглушу здесь звук, чтобы у меня небо... Вот, да, да, а то наш подкаст запускается. Так, дальше у нас есть Илья Михайлов некий. Здесь... У него там эпилепсия, досвидосик просто. Ну-ка, я жму, и что? Или надо писать... А, надо писать, на туре эпилепсия. О, ужас, ужас. Нет. Нет, 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 нет. Артемий Лебедев нормальный, Илья Михайлов нет. Антон Шнайдер. Там, на самом деле, дальше достаточно скучные в основном все, я вот просто смотрю. Ну, да, вот вопросик. Почему вопросик-то? Непонятно. Ну, типа, что ты это хочешь спросить, задать вопрос. Боннин Слайд. Нажмите, чтобы видеть... Ну, блин. Вот не лень же еще было, вот какие-то там, что-то цвет кнопки менять. Ну, ладно, он хотя бы меняется, прикольно. Лобстером можно цвет текста. Черный-белый, заливка фона тоже там. Ну, ладно, найти. Пусть, пусть. Студия Салливан есть. Ой, я на Бонни Слайд случайно нажал. Там какие-то типа вылизанные чуваки. Студия Салливан. Еще просто вот... Ну, не эпилепсия, но... Ну, тоже бред. Абсолютно непонятно, что это форма для ввода. То есть, вот эти вот фуллскринные надписи, писания, оно непонятно, что это форма. Студия ОНИ. Вау, здесь... Ну, ты видишь, да, что там? Там, как на одноруком бандите ты дергаешь ручку. И в зависимости... Блин, это круто. Это прям вот... Это классно. Не просто как вот у Иры Ивановы, так сказать, ну, глисты. А вот интересно. Я тебе больше скажу, тут есть еще у погоды или у карт, например. У них там есть небольшие рассказочки. Да, там всплыващечка. Да, да, согласен с тобой. Антон Ярусов последний, что здесь есть. Тут типа терминал. И он нам один запрос пишет, а дальше уже кнопка Enter он переводит непосредственно на... Так сказать, на страницу с поисковой выдачей. И это напоминает в Гугле, мне повезет, кнопку, которая тоже при нажатии он тебе самый первый показывает, сразу автоматически переходит по нему, а там дальше уже как бы как повезло, что называется. Мне больше всего понравилось от студии Они. Тебе больше от студии Они, да? Да. А я скажу, что мне... Блин, не знаю, даже, честно говоря, все такое вкусное. Не знаю, я скажу, что... Да пусть будет от Лебедева. Раз я сегодня полностью за него заступаюсь, скажем так, пусть от Лебедева будет хреновина, выезжает длинная. Ну и нормально. Ну, главное, что не от Стаса Аки, где там в итоге просто какие-то круги жрут друг друга. Каки, я бы сказал. Да, там просто каки получились и все. Спасибо, спасибо за предложенную тему. Интересно было. Я как бы вот не знал, что там что-то Яндекс такое учредил. Я знал про Яру, а про то, что они там его попытались переэта, не знал. Ну, дальше про Лебедева. Константин нам предложил новость. Сайт, который понравился Лебедеву в скобках статья. Ну и еще есть сам сайт. Так вот, статья. Это опять же на эти журнале. И там... Это, кстати, вот... Где, интересно, опять Лебедев-то сказал, что ему это понравилось? А, опубликовал в своем телеграме. Есть вот такой сайт, короче говоря. Сайт села Глазок в Тамбовской области. Я сейчас хотел как бабка спросить, а что, это у него еще и телеграм есть? Но теперь я понимаю, что, наверное, у всех уже есть телеграм. Нет, у него есть телеграм, да, я слышал. И он, по-моему, практически уже из ЖЖ туда перебрался. Ну, я не готов ответить, наверное, у него в ЖЖ все равно такая гигантская аудитория, что он там все еще рекламу продает. Ну да, телеграм у него есть. Я не подписан, просто видал. Друг рассказывал, что называется. Так вот, сайт села Глазок, сайт сразу, ну, нет, не буду сразу говорить, как мне сайт, просто сайт села Глазок, окей. Артемий Лебедев сказал, что вот, это круто. И сайт, говорит, именно таким быть должен, вот сайт села. То есть, да. Предыстория, точнее, не предыстория, а суть. Суть в том, что вообще, вот ты, Никита, наверное, не знал, есть такая премия, не премия, точнее, а типа конкурс или учитель для России или учитель от России, сейчас я точно скажу, а то что-то я начал говорить, а еще и сам нихрена не знаю. Так, 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 смотрю, 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 еще, еще. Я прочитал всю статью от корки, так сказать, до корки, но, блин, не могу найти. В общем, суть в том, что там по фану, практически дауншифтингом преподаватели занимаются, отправляются в какое-нибудь село, работают там несколько лет. Учитель для России, да, я правильно помнил? И типа они, во-первых, фанятся, погружаются в такую, так сказать, обстановку. Ой, там фан такой, ну, допустим. А во-вторых, они типа поднимают образование в селах. То есть, типа, приехала топовая учительница, их научила, все они задумались и начали жить лучше, тоже там сами стали учиться на учителей, там, ну, неважно. В общем, вот такого плана вещи. И вот приехала как раз какая-то компания, Кружок Тур, образовательный проект. Это четыре вылизанных чувака из Москвы, которые просто делают сайты, делали сайты в прошлом, а теперь вот у них Кружок Тур. Так вот, они приехали просто туда, в село, к ней, и решили с детками сделать проект. То есть, суть в том, что это еще сельские дети сделали этот сайт. Ну, понятное дело, по напутствию ребят из Кружка Тур, но, тем не менее, типа, это вот они своими ручками маленькими сделали. А их пригласили, этот Кружок Тур, вот именно эта деятельная учительница. То есть, основная инициатива от нее именно и зашла. Она, в принципе, туда приехала, но из-за того, что она не из села, она очень много разных движух там делает, приглашает там разных... Ну, она там писала, что каких-то других там инициативных чуваков тоже они приглашали. Цитата прямая. Она работает там уже почти два года и за это время привозила экспертов для проведения воркшопов и на другие темы. Воркшопы они там в Тамбовской области, короче говоря, проводят. И в том числе вот этот веб-дизайн, так сказать, воркшоп провели. Ну, я не знаю уж, сколько реально процентов сделали сами детки. Ну, как бы, вот серьезно. Там достаточно неплохо сделано, хотя, ну, как бы, есть к чему докопаться, ну, а зачем? Ну, камон. Вот, да. Но что-то, наверное, они сделали. Вот ты посмотри в самом конце, во-первых, фотографию школы. Довольно интересное здание. Вижу, школа огромная, во-первых. А во-вторых, она такая прям, ну... Я бы не сказал, что это сельская школа, прям какая-то величественная. Нет, она двухэтажная всего лишь. То есть, как бы, может быть, площадь-то, наверное, и большая, но всего лишь два этажа, поэтому... Может быть, сильно-то, как бы, там много все равно, детей не учатся. Но просто здание, оно похоже на какую-то вот сельскую администрацию. Вот не на школу, а на что-то более крутое. Дом культуры какой-то единственный там в селе, опять же. Ну, как-то для школы вот это вот полукруглое вот это вот... Что это там? Кабинет директора или какой-нибудь, я не знаю, там, коридор, из которого... Скорее всего, да. Ну, слушай, я просто по поводу двухэтажных школ. Ну, у нас вот в центре много двухэтажных... Я, конечно, у нас тоже, наверное, село, если говорить про Челябинск, да? Но у нас в центре вот двухэтажные... Да я тебе больше скажу. Точно двухэтажные? Не трех ли? Мне кажется, мне внутри. Это садики двухэтажные, да. Не-не, вот я школу в школе учился, она была двухэтажная. Да и, слушай, во второй я в двух школах учился, они, по-моему... А, нет, вторая все-таки трехэтажная, но вот первая двухэтажная. Ей как бы пристроище сделали, конечно, трехэтажную, но мы это опустим. Вот, но я тебе больше скажу, я прямо сейчас на память помню, что я видел в Москве школы, правда, частные, двухэтажные. Поэтому это как бы нормально. Ладно, в общем, надо сам сайт тоже посмотреть, хотя там фуллскрин видео, как мы все любим, так сказать. А, я все-таки тот открыл. Я вот там, где они спускаются, сначала из электрички выходит, да, вот это все. Ну, там по центру прям надпись «Село Глазок», слева опять ссылок «Люди, места, гид, проекты, история». И прям супер фулл HD видео. Там прям неплохо там почту показывают. Я не знаю, сейчас досмотрю, может быть, где они. Не, из поезда не спускаются. А, нет, это я сам кружок «Тур Россия» зашел. Она, какая, блин, какая ссылка-то, где ссылку-то нашел? Нам ее предложил Константин, он сам сайт, есть ссылка, называется «Сам сайт». Сейчас я открою, погодите, погодите. Так, дизайн «Село Глазок». Ну, «Село Глазок.ру», чтобы ты понимал. Да, 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 я зашел, я зашел, «Село Глазок.ру». Тут немного, так скажем, всего, но мне, во-первых, шрифт напоминает «Медузу». Во-вторых, если зайти на сам кружок, я имею в виду на их сайт, это один в один их сайт. Я уж не знаю, что из них делали дети. Вот, ну, допустим, окей, окей, так. Вот, ну, тут, конечно, сельские дети, да, если на люди нажать. То есть оно, конечно, типа воодушевляющее, но одновременно и пугающее. Кипсерски достаточно сфотканно, кстати. Да, ну, там у них команда, то есть вот этот кружок «Тур», это вообще четыре типа программиста. Ну, видимо, программиста-дизайнера. И там у них одна операторша была, одна практически продюсер и что-то еще. В общем, да, здесь посты. Ну, прикольно, дом культуры. То есть, чтобы ты понимал, сайт-то реально про село. Из этого сайта можно реально вынести, что у них там в селе происходит. Ну, в доме культуры сидит Бобёха, у неё большой телефон. Может быть, это, конечно, китаец какой-нибудь за 6 тысяч рублей. Но, тем не менее, тут другие там просто типа колбасятся там. Ой, там, конечно, прям вкусненько. Каждую субботу в дом культуры превращается в клуб. Молодежь приезжает потусоваться, играет старая добрая русская диско, создающая непередаваемую атмосферу сельской дискотеки. Ой, дела. Ну, в общем, да. Для тех, кто хочет не только посмотреть, как выглядит сайт, который понравился Лебедеву. Я напоминаю, закольцовывая композицию. Началось всё с того, что Лебедев сказал, что вот так и должен выглядеть сайт сельской школы. А, сайт села, простите, сайт села. И, ну, тут, да. Мы вот недавно как раз были с женой и с Ефремовыми тоже в селе Тюлюк. У нас оно тут, так скажем, ну, не то чтобы под Челябинском, километров, ну, наверное, 250 до него ехать. Может быть, 300 даже. Ну, то есть, дальше, чем даже до Йобурга, в горы. И что характерно, там много иностранцев. То есть, там американцы, всякие итальянцы. Как они туда попадают, кто это им разрекламировал, я понятия не имею. Ну, реально, вот не дать, из песни слов не выкинешь много. Интересно, мне теперь в глазок поедут туристы или нет, но атмосфера абсолютно точно такая же. То есть, тут даже написано, что нужно сначала добраться. Что там на поезде, там потом на такси, т-т-т-т-т, 600 рублей всего стоит такси. У нас в городе скоро будет стоить дороже, чем там. И тут написано, что арендовать дом в глазке на месяц стоит в районе 5 тысяч рублей. В тюлике на выходные 30 тысяч рублей. Так что нет, сюда, видимо, туристы еще не ездят. Потому что 5 тысяч рублей в месяц, это прям крайне мало. Не спешите заходить на Airbnb, говорит. Найти кого-то, кто сдал бы здесь дом, достаточно сложно. Лучше напишите Арине или Артему. Там на Фейсбуке вылезанные люди, они вас сориентируют. Короче говоря, прикольно, прикольно сделали пиар, так сказать. Силу. Но вообще, что касается сайта, тот шрифт, который с засетчиками, прикольно. Он меня прям в книжечку опять же погружает. А тот, который без засетчиков в заголовках и в меню, мне не нравится. Что-то в нем от обычной гильветики. Но это не гильветика, я вижу. Но какой-то он слишком простоват. Такие дела. Это вот по глазу. Ну это число, что тебе надо еще? Ты и так простоват. Там все простоваты. Ну да, тоже верно. Есть что-то в этом такое. Село романтичное. Может быть у нас даже и слушатели напишут, типа, слушайте, мне нравится глазок, например. Или скажут, нет, мне не нравится глазок. Тоже как Лебедев, попробуют оценить. Да, особенно если у них после Джон Федора останется еще запалка, когда они настрочат нам. Да он, да это говно там. Зажрались. Да-да-да-да-да. Ладно, последняя тема из дизайна. И можем к светским новостям переходить. И можем подкаст закрывать, я уже понял. Согласен, согласен. Короче, тема-то быстрая на самом деле. Она вроде громкая, но вроде нашим людям, понимаешь, нашим людям, которые в булочную на такси не ездят, эта тема будет... Я не хочу, конечно, на них клеветать, но, скорее всего, не так интересно, как она называется. Как нам с тобой, вот что я хочу сказать. Да, ну это, конечно, да. Так вот, UX, то есть User Experience Lootboxes. User Experience Lootboxes. Чувак пишет о том, что лотбоксы тоже надо уметь делать. Говорит, работаю я, говорит, в Австралии, в одной компании, которая занимается азартными играми. Gambling Company, понимаешь. Так вот, там, говорит, мы делаем зло. Между прочим, это, кстати, закольцуется, опять же, в конце. Там мы делаем такие вещи, которые, в принципе, похожи на лотбоксы в играх. То есть, я так понимаю, что он занимается конкретно не... Там, не работает в Blizzard, да, там, например. А он работает, ну, типа, знаешь, видимо, ПО для автоматов. Я не знаю, он здесь особо не раскрывает, но, в общем, гемблинговская тема у него. Поэтому за лотбоксы он знает не понаслышке. Говорит, буду тут гифки немножко приводить, вам же нравятся гифки. И да, действительно, гифки будут, которые очень показательно нам все объясняют. Можно просто на них взглянуть и понять, о чем он. Так вот, он говорит, что, типа, вот, в 2017 году, в принципе, в игровой индустрии, лотбоксы стали словом, таким, самым главным словом. Это лотбоксы, 2017 год, это лотбоксы. В играх, конкретно, конечно же, Star Wars Battlefront 2, который обосрался, между прочим. Ну, считается среди комьюнити геймеров, что Star Wars Battlefront обосрался второй. Это то, что мы с тобой играли на выходных или нет? Или это был другой Battlefront? Слушай, это была первая часть еще. А это вторая уже часть. А первая часть была еще в школе. Не-не-не, это другой Battlefront, это старая. Это вот ремейк Battlefront, Battlefront. Значит, мы с тобой играли в первую часть, а потом вышел вторая часть. И там было космическое количество лотбоксов, космическое количество каких-то просто вещей, которые можно купить за микротранзакции. И там просто фу-фу-фу все сказали очень сильно. То есть еще противнее, чем обычно. Да, там вообще плохо, прям вообще плохо. Прям Дарт Вейдер открывается только за деньги. Ну, там вот прям, ну вот, плохо. Понятно. Значит, ну, чувак это приводит в пример. Просто как пример, что вот Star Wars Battlefront 2 и FIFA, между прочим, Ultimate Team, которая тоже вышла, это все примеры игр, в которых лутбоксы очень сильно распространены. Ну, точнее, лутбоксы это прям вот норма уже как бы. И погнали, говорит, я вам расскажу, как бы, вообще, как сделать нормальный лутбокс, как сделать UX нормальный лутбокс. Значит, первое, первое. Artificial scarcity. Тут такие еще эти, я даже не знаю, как это читается, правильно? Scarcity. Artificial scarcity это про то, что... Я бы так же прочитал, поэтому... Да, это про то, что, короче, должна быть как бы уникальность какая-то, какая-то редкость в вашем вот этом лутбоксе, который будет. Неважно, как бы, как он будет у вас вообще, в принципе, находиться там в игре или где-то. То есть, лутбокс, даже, я не знаю, в жизни лутбокс должен иметь какую-то ценность, уникальность, какую-то редкость. Это как бы, в принципе, понятно. То есть, например, что вот в вашем лутбоксе будет какая-нибудь одна редкая карта, которая будет выпадать суперредко, с каким-то шансом, опять же. Что, например, лутбоксы будут выпадать только такие, только в такие ивенты, только, например, зимой, только в Рождество, только в Китайский Новый Год и так далее, и так далее. Они будут отличаться друг от друга, например. В Рождество они будут все зимние, и вам именно зимой будет хотеться именно вот этих лутбоксов. Ну, ты понимаешь. Я-то, во-первых, охотно, во-вторых, мне интересно, а нужно ли, чтобы в каждом лутбоксе было что-то уникальное, или это тоже уникальность сама подчеркивается? Нет, это тоже своя уникальность. Может быть, еще чем более уникальное у вас дерьмо, тем еще лучше будет. Если вообще вот раз в год у тебя выпадает какая-то очень уникальная хрень, это же вообще, это свидос. Вот, он приводит, в пример, естественно, Hearthstone, там, где карты выпадают из пакца, по 5 карт. Он приводит, в пример, EA Sports FIFA, естественно. Нет, он просто, мне нравится, как он приводит Hearthstone. Во-первых, говорит, когда ты наводишь на карту, пока ты даже ее еще не вскрыл, она светится либо фиолетовым, либо синим, ну, как бы намекая на ее редкость. Да, да, да. И, между прочим, дальше про это еще сильнее раскроется. Прикольчик, но да, здесь он уже как бы начинает нам говорить, что вот, типа, смотрите, чуваки, как здесь сделана редкость. Ну, и в FIFA там такие темы, как практически чуть ли не каждый день или каждую неделю. Там, значит, новый портретик у твоего, например, футболиста, любимого. Например, Роналду, если у тебя любимый футболист, у тебя будет портретик у него. Значит, сегодня зашел, на следующей неделе снова надо зайти, получить его. Там, наверное, выиграть какой-нибудь матч или несколько матчей с противниками там и так далее. Иначе не получишь портретик свеженький, новенький. Вот. Это как бы, а пропустишь, все, все, все будут ходить с этим портретиком, а ты как лох не будешь. Представляешь, как встаем? Ну, хэллоуиновский Роналду, это смешно. Хэллоуиновский Роналду я сам. Из волос просто. Я ору вообще, а он еще улыбается. Летучие мыши, да, он еще везде одинаково улыбается. Раздец, из Кероналду. Хоть бы шапочку ему на голову надели. Но, видимо... Да это было бы вообще, как это сюр был бы у нас. Ну вот, значит, это первое. Дальше. В продолжении вот этой темы развития, как бы, как сказать, вот этого настроения, захватывающего настроения. А что же будет в лутбоксе? А какая же редкая хреновина у тебя в лутбоксе? The drum roll. Следующее. Из UX понятий, которые он использует для лутбоксов. Drum roll. Что должно быть у вас обязательно? Ну, не обязательно, а как бы желательно. Чтобы при открытии лутбокса он не сразу очень тупо открывался как-нибудь? А, блин, это дальше будет. Не-не-не, я именно это здесь вижу, по крайней мере. Что это момент между открытием и между тем, чтобы тебе показали, что у тебя. Да-да-да. Дальше будет просто антипример. Это пример именно в плюс. Позитивные примеры, как нужно делать. Значит, вот это вот между нажатием и когда ты уже показал полностью подарки лутбокса, ты видишь некую анимацию, которая тебе уже происходит. А вот сейчас вот вылетит вот с таким вот цветом именно такая легендарная там или эпическая шмотка там условно, да? Ну, как вот в Overwatch, например, здесь сделано. Пока она летит, ты такой, она еще парит. У тебя именно как вот семяизвержение происходит. А здесь дальше идет FIFA, дальше идет FIFA. И тут, я не понимаю, здесь один FPS гифки, какие-то очень сраные, сделаны в просто, не знаю, в 700, не то что 720p, в 360p. Значит, какие-то по-разному открываются какие-то карточки. Тут, видишь, я так понимаю, говорят о том, что не очень-то понятно вообще. Ну, то есть, ладно, хорошо, в самом конце, где Роналду, там реально уже всякие фанфары, там экраны, сам он выбегает. Но вот между первой и второй практически разницы-то и нет никакой. Ну да, да, разницы небольшой, да. Ну ладно, это окей. То есть, мы поняли, что должно вылетать, свистеть и пердеть задержечкой такой. То есть, не сразу нажала, задержечка такая, и что-то происходит, и прикольненько, и еще и вкусно тебе, из-за того, что ты видишь, что там фиолетовая летит, или золотая летит, в зависимости от редкости. Дальше он говорит про плохие примеры, опять же, про плохие примеры. То есть, а как вот, а не надо как делать? The big reveal, типа, как вот появление самих вот этих вот подарочков должно быть сделано классно. То есть, вот говорит, во многих играх, типа Hearthstone, опять же, сделано прикольно, норм. То есть, вот то самое наведение и открывание карты, там, переворот карты, он прикольненький. Но вот, например, в таких играх, как вот Star Wars Battlefront 2, между прочим, в котором, казалось бы, лутбоксы это просто жизнь твоя, очень хреново сделано. То есть, появление, невзрачное появление вот этого подарка в лутбоксе, как здесь в Battlefront 2, просто какая-то голограмма светящаяся. То есть, это понятно, это как бы лор, по идее, голограммы в Star Wars'ах это классика, согласись. Согласен, согласен. Да, да, но здесь это так казенно, как-то беспонтово сделано, что вот прям, короче, должно быть ярко, выразительно. Здесь тоже, ну, много антипримеров. Дальше, the power of choice, следующее, UX-правила лутбоксов. Сила выбора, то есть, классно, когда у тебя в лутбоксе есть как бы небольшой выбор. Это еще и как бы обман небольшой. То есть, вроде как, это лутбокс, да, вроде как тебя, скажем так, наиграли немного. Так. Но, вроде как, тебе дали какой-то выбор, а вот выбери из последних вот, вот это вот, из трех выбери какую-нибудь одну карту, вот как здесь сделано в гвинте, например. И как бы там, понимаешь, там три говна, но как бы там, они тебе все три не нужны, даже вот дары мне нужны, но как бы есть выбор небольшой. Есть выбор, и ты из-за этого такой думаешь, ммм, так у меня, в принципе-то, выбор же есть в лутбоксе, если что, как бы. В принципе, это не просто мне подкидывают дерьмо, это я сам выбираю дерьмо, понимаешь? Вот, так что вот такие, это, кстати говоря, между прочим, последний был пункт. И здесь такой итог, подводит итог. Я, говорит, знаю, что, в принципе, лутбоксы, это, говорит, часть, это, говорит, зло, полнейшее зло, он говорит. Я, говорит, знаю, но если использовать лутбоксы с умом и в основном делать лутбоксы, которые не влияют на выигрыш, то есть так называемый pay-to-win не делать, а делать именно лутбоксы, направленные на косметические какие-то вещи, то есть там... Ну, как в контре, они вот, ну, там, несмотря на то, что... Оранжевые калаши, фиолетовые эмки. Вот, да, они там достаточно противно сделали, что вот тебе упал ключ, или точнее упал запертый лутбокс, и его ты можешь открыть только ключом. Который надо купить за деньги. Да, да, только ключом, который за реал покупается, а остальное, оно не противно максимально. Тот факт, что тебя убили, и тебя именно это сделал самый противный игрок, тебя убил с калашом, на котором красные, там, всякие насечки, там, татуировки и так далее. Ну, как бы, ты когда видишь уже людей с розовыми калашами, ты уже понимаешь, что это будет именно так. С другой стороны, можно поднять с него этот калаш, это первое. А второе, там еще написано, с чего он тебя убил. Да, да, да. Какой-нибудь нагибатор 666 убил тебя с красной якудзы М4, вот это все, короче. И ты униженный, оскорбленный просто, сейчас обосранный. Самая классика, это когда ты видишь, что там нагибатор 666, у него там хай, супер рейтинг, забыл, как он называется. Ну, какой, а, у него, собственно, глобал, у него глобал, во, глобал, да. Но он тебя все равно с самого дефолтного говна, и он всех нагибает, у него отрыв 40 фрагов от всех. Но он с самым дефолтным говном ходит, просто и все, это тоже бесит, да. Но вот тут SD-карточки, конечно, в Fortnite, это да. Это Fortnite? Слушай, вот он почему-то говорит Fortnite, но это не Fortnite. Это какая-то карточная игра Fortnite, это вообще что-то не то, я не знаю, что это вообще. Это, вот это на гифке у него какое-то хреновина какая-то. Ну ладно, окей, погнали, короче, дальше. Лутбоксы есть, все есть, короче, это мы рассказали, дизайн закрыли, дизайн закрыли сегодня. Ксения, большое спасибо за просмотр. Выходящий, выходящий вагон, я скажу, что... Кроме этого, можно еще написать такую же статью про UX-ачивментов. Потому что оно, в принципе, примерно об одном. Я думаю, что написана такая статья, просто надо гуглить, или пусть скинут нам, пусть скинут нам. Да, мы же здесь любим на стыке видеоигр и дизайна поговорить вообще, это прикольно. Почему бы и нет, поэтому... Действительно, если найдете скинди, потому что ачивки, оно примерно так же по соотношению зло или добро. Вроде прикольно, но если докопаться, то можно прямо сказать, что это вот чудовищное дерьмо. Да, да. Что, будем сейчас отдыхать, или мы светские новости пробежим, или отдохнем сейчас? Да нет, давай лучше отдохнем. Уже час 30 прошел. Просто как бы даже по самым плохим, так сказать, пессимистичным моментам уже больше половины подкаста прошло. Мы вытерпели это, поэтому, да, надо будет сейчас отдохнуть. И вы, уважаемые слушатели, не переключайтесь. У нас здесь в перерыве появляется уведомление... Выведомление о том, кто у нас патроны. Спасибо всем патронам, кто заносит нам деньги. Свыше, если мне память не изменяет, 5 долларов мы упоминаем в этом списке, поэтому ищите там себя, вам отдельное спасибо. И все остальные завидуйте и присоединяйтесь. patreon.com.uae.design Увидимся после перерыва. Пауза. Распауза. Продолжаем. Светские новости у нас сейчас. Две темы всего. Первая, знаешь, такая вот, возможно, первая тема, хорошо, что она не в начале. Скажу я тебе, хорошо, что она не в начале, потому что, знаешь, ну мало ли кто послушает, мало ли кто узнает, а тут никто, тишина, услышат только те, кто заинтересован в нас, а, соответственно, вряд ли кому-то растрезвонит. Это же будет такая, сейчас тема-то интересная, не Челентано предлагает нам... Хотя лучше бы и растрезвонили, почему бы и нет, меня все устраивает, мне вообще все нравится в этой жизни. Ну и ладно, значит, не Челентано, говорит, тут Вадим, говорит, Макеев решил пропиарить себя, в свою очередь чуваки ему ответили. И длинный комментарий от Нейрона Инсомниуса. Я просто своими словами сейчас, своими словами скажу, что было вообще, что происходило. Значит, Вадим Макеев, это участник подкаста... Веб-стандарты. Веб-стандарты, да, тут написано, он из HTML Academy, чувак, короче. В общем, если для вас это ничего не значит абсолютно, то я просто скажу, что это человек, достаточно медийный человек в среде, в принципе, веб-дизайнеров, короче, и разработки. На него не только дрочат, я тебе так скажу. Но еще и щекочат. Но и шликают, я вот так бы это прямо сказал. Ну вот, но шликают на него, понятно, почему. Потому что он, между прочим, осудительно отнесся к пацанам из CSS SR, которые сделали на хабре статью, ну и, в принципе, записали цикл видосов, это самое важное, про React.js, так называемые шортики, которыми они назвали, такие короткие видеоуроки для новичков, и на обложке поставили, значит, ну так как шортики, поставили женские жопы в шортах. Женские жопы в шортах. Я бы хотел, честно говоря, посмотреть. Я пытался найти, где в оригинале они реально. Хочется уже прямо запросить. Нет, я находил. Когда только это все началось, я без труда абсолютно нашел. Вот я сейчас... Чтоб ты понимал, вот даже не то, что заблюрено, а именно за градиенте, оно там на заднем плане... Ну, я попытаюсь сейчас... А, то есть там, ты имеешь в виду, там даже и не впрямую были, что ли, жопы? Да нет, конечно, там жопы в шортиках джинсовых. Просто в гугле введи CSS шортики. Слушай, я нашел. CSS SR шортики. И видишь, там искаженное, там загляченное говно. А, так я думал, там вообще жесть, а там что-то так даже и не видно. В том-то и дело, вот именно. Это тем больше еще и пук, так скажем. Ну, окей. Так вот, Вадим Макеев написал, что, значит, в своем твиттере, что, типа, дескать, вы, пацаны, что делаете-то? Разочарование года. Приз вам. Вручается этим CSSR деву. Говорит, что сексистские обложки, значит. Жопы. А? Вы что это, хайпите на жопах, что ли? Это же некрасиво. Я там в комментариях почитал, какие... Там, да, там есть заступатели. Да, я не буду всех этих чуваков, особенно заступателей, читать. Уж тем более. Я, короче, никого не буду из них читать, кроме того, что мысль у него была такая. Мысль такая, что, значит, будут девушки читать, в смысле, учить React.js. И, как бы, это немножко туповато, что, типа, вот, значит, девушка пришла сюда... Она что, ну, как бы, как объект сексуальный, она же, как бы, типа, учить сюда пришла. Учиться React.js. Зачем это она, вот, типа, будет... Ну, типа, короче, в общем, типа, здесь... Типа, девушки, они не для React.js, якобы. А вот, чтобы только жопы на и жопу смотреть на превьюхах. То есть, оскорбление, оскорбление чувств верующих произошло. Ой... Значит, тем не менее, тем не менее, между прочим, вместе с ним соведущая Оля, то есть их подкаст, значит, она тоже, ее тоже, видимо, это оскорбило, а Вадим поддержал, я не буду ничего говорить, поддержал Ольгу, собственно. А может быть, это и его идея была. Я не знаю, чья это была идея. Нет, Нерон Инсомниус пишет, что Оля-то сначала оскорбила. Ну, все, ну и хорошо, ну и ладно. Значит, такая вот история произошла. В ответ в Твиттере, опять же, CSSR, пацаны... Ну, я скажу так. Это просто был ответный троллинг к Вадиму, потому что они ему подарили, как бы, в извинении написали, во-первых, какую-то непонятную записку по приколу, что извиняются. И в извинении приложили ключ на год, между прочим. Мне просто интересно, если Вадим не использовал, пусть нам отдаст. На год, на год. Мы разыграем, да, ты имеешь в виду? Да, да, мы, конечно же, разыграем, да. На год, значит, подписку на Pornhub. Между нами двумя я имею в виду разыграем. На цифа разыграем, да. Вот, скинемся. Ну, вот так вот. Он, конечно же, ответил на это, вы бы лучше там типа говно-говно. Он понял, что этот троллинг, хотя, я думаю, там, в принципе, достаточно толсто было. Там, да, там только дебил бы, не понял, я думаю. Там толсто было, да. А Вадим, он тонкий, тонкой душевной организации, как мы поняли, потому как, что он даже на этих обложках увидал жопу. Хотя там даже жопу, он жопу, видимо, не видел нормально, как-то неправильно. Да, ты вообще, ты загугли, как Макеев выглядит, у тебя вопросы все отпадут. Ты, наверное, не в курсе. Мы, то есть, будем на личности переходить максимально, да? А вдруг он потом, слушай, в своем подкасте загуглит, как мы выглядим? Что будем делать? И нормально все будет. Меня устраивает, как мы выглядим. В отличие от него. Просто, в общем, я-то ему писал где-то года два назад. Пытался ему предложить про нас что-то сказать. И он практически нахрен меня послал, что у вас говно. А, да? Ну и ладно. Тем более вспомни нас два года назад. У нас-то прям вот шортики конкретные были. Мы в шорт... Там еще над ним уезжали, что в следующий раз сделаем в мужских шортиках мужиков. Это во-первых. Вот. Слушай, какие бы можно было бы... Давай еще варианты, какие можно было бы сделать в нашем случае с тобой видосы. У нас могли бы видосы были... Вот в нашем случае мы же с тобой, в принципе, славимся таким дерьмом, типа, политическим. Можно... У нас могли бы быть хохольчики, например, видосы. Где было бы на Градиенте, я не знаю, что... Да нет, там были бы просто, ну, голые дамы, прикрытые только флагом украинским. Они его по-всякому намотали на причинные места. Это классно. И все. Слушай, да это даже классно. Я думаю, что это даже никто никого бы не обидел. Это, по-моему, абсолютно... Ребята, забирайте бесплатную идею, кто-нибудь реализуете, и это... Нам скиньте ссылки потом, хотя бы. Как на Патреоне, расширенные версии, так скажем. Да. Че, ну, в принципе, что мы можем еще... Как мы можем прокомментировать эту ситуацию? Я тебе так скажу. Все это, я уверен, уже давно происходит на Западе, особенно в Европе. Я уверен, что такие вещи... Вряд ли вообще кто-то в Европе осмелится выпустить курс по React.js и сделать там жопы женские. Там за такое сразу, мне кажется, тебя подвесит за яйца. Мужелана такого. Конечно, конечно. Это сразу вспоминается, как Ванька нам рассказывает о том, что в последних Star Wars'ах специально по сделали прям тупым дебилом. Если в седьмом эпизоде он еще хоть как-то, ну, нормальный, то в восьмом эпизоде уже просто нам максимально показывают, что он тупой дебил. White toxic male, что называется. Да, да, да. О том, что белые мужики, они вот уже все такие, как бы. Ну, это да, это прям вся их культура сейчас этим пронизана. И печально, печально, что это к нам проникает. Особенно вот прям в Вадима Макееве, то, что это проникает. С другой стороны, это прикольно. Можно поражать. Все, кто адекватный, я думаю, все, кто адекватные люди, у которых не проколото левое ухо, все, кто адекватный чувак, у них все хорошо, они все понимают. Просто видишь, в чем дело? Дело в том, что вот, ну, как бы его профессиональные качества нельзя отрицать. То есть, он обладает определенным влиянием среди неокрепших всяких фронтендеров и так далее. И они на полном серьезе, вот, ну, новички, которые сейчас... Они вот будут зеркалировать его поведение. И эта зараза, она так или иначе будет проникать плотнее в нашу, так сказать, культуру. И это грустно. Это прям не круто. Блин, ну, я тут не знаю, что сказать. Я надеюсь, что просто, когда, допустим, будут неокрепшие фронт... Допустим, если, допустим, скажем так, у нас с тобой, у нас с тобой именно, у нас с тобой, мы же уже как бы как Вадим Макеев. У нас с тобой, если родятся дети, например, но не у нас с тобой, я имею в виду, что у тебя и у меня порознь родятся дети, что Вадим Макеев вообще не подумал. Вот, мы их будем с тобой максимально, значит, кормить беконом, вывозить в поле, работать на пикапе и стрелять из винчестера. Мы будем их заставлять убивать свиней, которых мы будем потом жарить на бекон. Прям закалывай, сынок, возьми. Давай, сделай. Может быть еще, представляешь, шлепать по задницам, может быть, женщин? Как ты считаешь, может быть такое? Будем мы это делать? Прям удар ставить ему, вот этот, самый шлепающий. Ставить, вот так, чтобы... Хорошо, вот так. Ну, вот да, да. На свинник, иди тренируйся, сынок, на свинник. Это же надохло желательно, прям вот, чтобы... Оу-е, Максим. Чтобы отбивная получалась. Окей, окей. Ладно, короче, погнали дальше. На самом деле, абсолютно, мы с тобой, я скажу сразу просто, вдруг, если у нас действительно уже такое сильное комьюнити, таких чуваков, как Вадим, мы с тобой абсолютно уважительно относимся к женщинам. И как бы, знаешь, тут все эти шуточки, да? Во-первых, давай за себя. Зачастую, не. Зачастую, зачастую, респект, вумен. Зачастую, я скажу тебе так, что не каждый мужчина сможет отбиться, ну, не отбиться, я уже, опять же, на какой-то сексизм скатываюсь. Я имею в виду, что многие женщины могут постоять за себя, по крайней мере, с нами. Вот, если мы будем разговаривать с другой женщиной, она абсолютно вот просто возьмет нас и задавит своим авторитетом. Вот меня, по крайней мере, точно. Я просто сразу потеряюсь на фоне любой женщины. Такие, у которых прям по два таких авторитета, они ими задают прям, кого хочется. Да, поэтому я не считаю, что мы здесь как-то прям вот насели на них, значит, и принижаем, и какое-то рабство совершаем, значит, они прям в цепях, в кандалах, бедные, не могут смотреть React.js. Вот, поэтому, ну, как бы, так спорная, спорная хреновина, конечно. Я хочу, чтобы в комментариях что-нибудь написали по этому поводу, но я уверен, что никто не дослушал до этого момента, поэтому... Да, да, практика показывает, что один кто-нибудь потом допишет. Ксения, тем более, отвалилась уже после дизайна, поэтому нормальная тема. Да, правильно, ты же с ней попрощался, поэтому, что ты, теперь уже все, сам виноват. Да, 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 ладно, идем дальше, следующая тема светских новостей, слишком уж светские новости у нас затянулись. Она быстрая, легкая, и здесь, знаешь, она инновационнее, чем все остальные, вообще, чем все темы вот в этом подкасте, скажу я тебе. Константин предлагает... Дуров, что делает Дуров и команда Телеграм? На каком-то deathcenter.org, по хрену, вообще, размышляет про то, что Дуров, между прочим, планирует, это слухи, но многие аналитики так считают, а аналитики уже следят за вообще Дуровом и чем планируют. Слушай, если не ошибаюсь, уже была новость о том, что уже прям будет, то есть это 12 января новость, и как бы она немножечко устарела, ну, я так понимаю, факты, они все равно остаются такими же, как их планировали уже тогда, но я просто уже чуть ли не пресс-релиз читал. Они причем сначала отнекивались, там нашли какую-то книжку черновиков, в которой это все расписано, причем прям на русском, то есть они же обычно это все на английском делают, они сначала отнекивались, что нет, а потом где-то через неделю выкатили свой пресс-релиз, там тупо-тупо то же самое было и все. Отлично. Ну вот, тем не менее, как бы вы не говорили, что биткоин падает, а Дуров, в свою очередь, хочет сделать, ну, или сделал уже, я не знаю, в этом стадии. Я представил просто, что Дуров, он ходит с клюкой, поэтому он не падает. Так вот, да, он-то сам, Дуров-то не падает, то есть биткоин падает, а Дуров не падает абсолютно, потому что человек, как мы помним по фотографиям, накачанный достаточно. Конечно, конечно, хорош с собой. Может, да, держать себя на ногах и в руках. Сделали они там, походу, уже тихомолку криптовалюту Gram, видимо, это сокращение от Telegram, и блокчейн, базу данных Telegram Open Network, которая, в принципе, видимо, встроится вам в мессенджер прям сразу, ну, чтобы там все у вас было в мессенджере. И платежная система, значит, которая составит конкуренцию Visa и MasterCard, здесь как-то здесь написано. Между прочим, между прочим, сразу хочу сказать, здесь это будет дальше об этом, но у китайцев есть некий WeChat, не от слова ссать, We, а просто We, Мы, МыChat, WeChat, в котором уже все внутри. Это хреновина, которую можно чуть ли не в лайках оплачивать этим WeChat, то есть это тоже чат, тоже мессенджер, но в нем тоже все там платежные системы, все встроено, значит, можно чуть ли не в лайках оплачивать, в которых даже Visa не поддерживается, а WeChat поддерживается. Ну, я, честно сказать, слышал про него, но вот не знал, что, я думал, ну, чат и чат какой-то. Да, то есть это уже серьезная тема такая огромная, я уж что-то не понимаю, там, есть ли там какой-то блокчейн, хренейн, но, тем не менее, уже такая огромная штука есть на миллиард людей, пользователей, просто миллиард пользователей, фу, людей WeChat. Это китайская тема, да. И Дуров хочет, чтобы у него тоже был миллиард, соответственно, делает вещи, расширяет. Здесь тоже, здесь много нюансов написано, которые, в принципе, должны быть сделаны еще и внедрены в Телеграм. Не знаю, как это получится, что будет, будет ли конкуренция действительно с Visa и с MasterCard, как здесь написано. Ну, я верю в Дурова, и вообще Телеграм, он, он достаточно широко распространен на данный момент, хотя казалось бы. Написано, что, написано, что сто тысяч, по-моему, сто тысяч? Сто миллионов? Может быть, все-таки сто миллионов, но сто тысяч это как-то вообще не серьезно. Смешно сказал, да. Сто миллионов пользователей уже есть? Сто восемьдесят. Их хотят нарастить до миллиарда. Ну, это прям, это жесть будет, конечно, если тоже будет миллиард, он прям гений тогда будет. Согласен, если действительно все будут забывать потихоньку ВКонтакте и перейдут на Телеграм, это прям будет его личная победа, я считаю, и он прям вот вознесется. Вознесется. Окей, светские новости посмотрели, что пойдем дальше? Наверное, в разработку? Ну, да. Вообще, много чего говорили по поводу... Да и все. Ничего. С Киндином, если вы хотите какой-то, чтобы мы рассмотрели конкретный концепт Телеграма Open Network, уже с подробностями, с вот этими их всякими, как это называется-то, дорожными картами. А, вспомню, что хотел сказать. Дорожная карта-то чуть ли не до 2020 года расписана. Ну, то есть это не так быстро будет внедряться, это будет очень постепенно все, но да. Окей. У нас разработка, а ничего так не бодрит в начале разработки, как наш суперхостинг ewebdesign.ru.smarttape. Это широчайший спектр, так сказать, услуг, возможностей только для самых шарящих пацанов. Вот знаешь, нам писали в комментариях на YouTube, что типа, вот, я там купил VPS-ку, а мне там не могут обновить версию MySQL. Ну, как бы возникает вопрос, чувак, нахрен это себе VPS-ку покупался, ты не можешь себе обновить версию MySQL? Зачем, почему ты не купил просто Shared Hosting, например? В Shared Hosting там входит его обслуживание реально, там как бы, ну, должны за тобой слюни подтирать и так далее. Хотя он утверждает, что у других хостеров все-таки техподдержка, которые вот техническая поддержка, оно помогает настраивать VPS-ки. Типа, а что они там еще сидят? Ну, я как бы, ну, резонно заметил, что, ну, они сидят, чтобы вот, ну, непосредственно к твоей виртуалке был доступ, чтобы там ничего не падало и так далее. А там распределялись ресурсы корректно, а то, что ты там внутри уже наворотил, просто писали, слушайте, сделайте мне докер, пожалуйста, напишите программу за меня, разверните приложение. А можно сайт за меня, да, можно сайт за меня, пацаны, сверстать? Ну, как бы, вот, это, конечно, у меня вопросы возникли по поводу того, что какие-то хостеры так реально делают, и вообще по поводу, а зачем брать VPS, если ты не умеешь его настраивать? То есть, как бы, все преимущества хорошо отстроенного сервера можно понять только, когда ты умеешь его хорошо отстраивать, и ты прям, ну, реально, у тебя все на кончиках пальцев классно становится. Вот SmartApe – это то самое место, в котором ты можешь прям зайти, купить SSD VPS-ный хостинг и просто настроить все, как вот доктор прописал. Вот как настоящий гуру серверов и настройки Unix-систем. Там полно образов всяких стандартных, типа, там, CentOS, Ubuntu и так далее, все, что вам, так сказать, душа ваша взбредет в голову, а уже из него можете себе сотворить любую конфетку, поэтому, urbdesign.ru slash SmartApe, обязательно попробуйте. Да, да, а у нас про JavaScript, между прочим. Да, у нас есть одна темка небольшая в разработке про JavaScript, и здесь немного, ну, вот мем такой был, причем это часто. На Reddit очень часто используются мемы с программированием, типа, там, а давайте напишем самую лучшую реализацию функции, является ли число четным или нечетным. Вот этот мем, он прям чуть не полгода уже муссируется, и сначала реально пытались написать очень изящные штуки на JavaScript, а потом, ну, может быть, даже и не только на JavaScript, но вот под JavaScript в том числе. А потом еще несколько месяцев шутки по этому поводу ходили, и там именно, значит, классический мем с мозгом, и там реально самое изящное решение сверху, у тебя маленький мозг, а потом всякое тупое говно, что у тебя все больше и больше мозг там и так далее. Вот, но это-то, и вот точно так же мем про вот эту конструкцию в JavaScript, что что сделать, чтобы в JavaScript вот такая конструкция, а равно 1, и а равно 2, и а равно 3 вернула true. Ну, казалось бы, так нереально, не может быть число равно одновременно единице, и двойке, и тройке. Но нет, с JavaScript-ом это, конечно, возможно. Вот так надо написать. Мы указываем, что a – это объект, у которого свойство num 0, а метод valueOf возвращает this num плюс 1. Все. После этого ты присваиваешь, так сказать, выражение в переменную equality и просто ее выводишь. Все, реально true. В чем же подвох? Подвох в том, что в JavaScript есть такая концепция, как приведение типов, и из-за этого смещения могут происходить в операторе нестрогого равенства. То есть в JavaScript… Я сейчас просто хотел сказать, что а есть охотники за приведениями типов? Они с пылесосами ходят, засасывают весь невалидный JavaScript и оставляют только чистейший код, да. Так вот, оператор нестрогого равенства. Вот в JavaScript 2 равно – это нестрогое равенство. А 3 равно – это строгое равенство, которое сравнивает не только значение, но и тип. Ну, тип сравниваемых данных. Вот если мы используем оператор нестрогого равенства, то происходит приведение типов. А приведение типов использует метод объекта valueOf. Если вдруг мы его переопределим, а переопределить в JavaScript можно даже самый главный, так сказать, прототип, то мы изменим в том числе то, как работает оператор нестрогого равенства. Поэтому, ну, как бы, я не знаю, есть ли смысл построчно это описывать, но вот да. Да. Если по умолчанию мы создадим объект A num равно 0, то стандартный метод valueOf нам просто покажет сам объект, что num 0. Но если мы посмотрим непосредственно тип метода valueOf – это object. Да, действительно, type of A valueOf – это object. Если мы напишем свой valueOf, мы будем возвращать именно this num, свойство num объекта A. У свойства num объекта A значение 0. Все, он нам будет выводить 0, если мы будем делать A valueOf 0. Но слух, конечно, коряво звучит, но тем не менее. И уже от этого, если мы сделаем type of, то это будет number. Почему? Потому что, ну, мы там реально цифру 0 показали, и valueOf мы переопределили. То есть до этого у нас был A valueOf – это объект, потому что мы его не определили, потом стал number. И по равенству A num 2 равно A valueOf – это true, потому что по факту мы A num и возвращаем в этом методе. Так вот, если вдруг мы переопределим valueOf увеличение этого числа на плюс 1, ну, вот у нас есть этот оператор плюс равно, в котором мы, оператор присваиваем со сложением, и перед, так скажем, перед выводом есть плюс равно, а есть равно плюс, по-моему. Или я не готов ответить. Или есть плюс-плюс что-то, и что-то плюс-плюс. То есть вот, да, там есть это именно, как это называется-то, сложение спред. Все, я поплыл. Ну, ты меня понял, короче. Там есть такие штуки. Может быть, я это из JavaScript путаю с Xiaomi какими-нибудь, давно это было, но да. Так вот, тут-то, чтобы мне не запутаться, каждый раз, когда функция valueOf вызывается, свойство num того объекта, у которого оно вызывается, увеличивается на единицу. Поэтому первый раз, когда мы вызываем этот A num равно единице, после того, как мы вызвали, он прибавил. Соответственно, в следующий раз уже двойки, тройки, ну и так далее. И в таком случае это выражение действительно будет истинным. Все из-за того, что у нас вот этот оператор нестрогого равенства используется. И да, действительно так, довольно-таки изящно. Причем здесь, как водится, много комментариев, 95, но почти все из них плюсовые. То есть там все чуваки просто прикалываются о том, что ну да, с JavaScript типа и не такое возможно, и вообще-то все сидят, шутят, и благолепие все вообще происходит. Такие дела. Представляешь, вот было бы здесь сказано, что вот почему-то мало дам на Reddit предложили изящные варианты решения этой проблемы. Тут бы сразу на весь хабар бомбануло-то у Вадима Маккейна. Ну согласен, да, согласен. Ну блин, ну да, мы сами изящные. Зачем мы в принципе что-то предлагаем? Конечно, зачем мы предлагаем изящные решения таких задач, если можно предложить изящные решения, как там пятно оттереть, например, да, с плиты. До конца, до конца, да. О, ладно, идем. Да, Вадим, я надеюсь, ты нас не слушаешь. А если слушаешь, то тебе привет, ты классный. Спасибо, что про нас ничего не сказал два года назад, я все помню. Короче, у нас есть, между прочим, какой-то там еще научпоп, какие-то еще у тебя две темы в научпопе. Я думал, у меня уже осталось и все, а у меня там, кстати, дохренища. Я не знаю, как мы будем. Ну, будем голопом по Европам. Ну давай, фитнес. Устал оформлять правильные заголовки, интересная тема, реально. Ты удовольствие сейчас получишь, Вафа Абзином ее предложил. Фитнес-сервис показал места расположения секретных объектов США. Как? Согласитесь, звучит. Есть такой фитнес-сервис в Америке, называется Страва. Что за бред? Почему Страва? Короче, стравливает, видимо, а не кого-то. Вот, стравили. Страва он называется. Это фитнес-трекеры. Они просто у тебя на руке висят и трекерят, сколько ты ходишь, там, кардио у тебя, какая нагрузка и так далее. И вот они, самое смешное, что Страва, они сделали карту, которая называется Global Heat Map, которая просто на карте показывает, как люди ходят, где люди больше активные. И, ну, вот, посмотри, тут Америка показана, что вот на восточном побережье-то поактивнее люди, я тебе скажу, чем на западном будут. Вот на западном все уже шмаль курят просто, и не надо им ничего. А вот на восточном прям вот в Центральной Америке, вот там, где горные массивы, каньоны, там конкретно люди не ходят вообще. То есть там все в Мексике вообще, смотри, там есть места, где не ступала практически нога активного человека. Там просто трекеров нет ни у кого больше, бедные. Вот именно, вот именно. Там не слышали про это вообще. Но тем не менее. Так вот, и самое главное, что нашли некоторые объекты на этой карте, которые на карте не нанесены, а там вот строго просто, ну, такие квадраты, как будто патрулируют люди. Ну и там реально люди по патрулям ходят, и это там подземные секретные военные базы и другие объекты, которые на картах не показаны. Но их солдаты по бреду ходят с фитнес-трекерами и делятся просто своей информацией. Вы хотите поделиться геопозицию? Конечно, а что нет? Вот, я тут в секретном карауле и так далее. Вот тут несколько таких объектов реально нашли. Причем тут даже вот, когда приближаешь, прям четко показано, где больше людей ходят, где они спят, где они отжимаются практически. Слушай, слушай, знаешь что, блин, я же недавно пересматривал, на какой недавно? Вот в воскресенье буквально пересматривал «Без славных ублюдков». И там тот самый момент, где, короче, в самом начале он спрашивает у немца, там, где Брэд Питт спрашивает, типа, что, типа, покажи нам, здесь где-то, говорит, ходит второй отряд немцев. Покажи, типа, покажи, оттопыривай свои... Вот тут ничего не надо, даже сосиску не надо оттопыривать немецкую, чтобы показать, где кроются немцы, понимаешь? Если бы они ходили тогда уже с фитнес-трекерами и делились. Вот да, то есть там, в принципе, даже понятно, где у них кровати, где обрываются, так сказать, эти моменты и так далее. То есть самое смешное, что нашли на российской военной базе в Сирии один только трекер. Это пленный, возможно, американский, у которого после не отняли этот трекер и все. Кроме баз США, пользователи обнаружили в базе военных сил Франции, в западно-африканском государстве Мали, например. Здесь французы некоторое время проводят антитеррористические операции. То есть вот это прям смешно. Кстати, Песков даже комментировал это дело по поводу того, что... Он сам-то в трекере ходит или нет? Стопудово вообще. Прямо у путечки по дому ходят. Там такой же объект квадратный, просто большой, на полу гектара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил следующее. То, что использование облачных технологий в различных приложениях, связанных с повседневной жизнью, здоровьем, фитнесом и т.д., безусловно делает действия любого человека максимально прозрачными, это очевидно. То есть даже для него это очевидно, а для американцев, видимо, как-то не очень. Поэтому зашкварились прям смешно. Вот интересная, напоминаю, новость будет. Интересная, интересная, действительно. Даже про технологии, не просто... Да, следующее по поводу... Можно ли сломать интернет? Я почему-то не могу найти саму новость. Нам ее предложили на самом-то деле. Я пытаюсь сейчас... В смысле, я нашел, это Эмиль 02. Да, как уничтожить интернет, вот вижу. А он нам предлагает новость на блоге UA Hosting Company. Напоминаем, мы латентные украинцы, поэтому, в принципе, вполне охотно рассматриваем такие темы. Только... Вот только берем такие. Статья от 2 февраля. Обрати внимание, да? Как уничтожить интернет. Но если... В смысле от 2? 4 сентября. Да, 2014 года. Вот. Вот их две в слайке. Ага. А вот Эмиль 02 нам предложил ту, которая не 2014 года, а которая 2 февраля. То есть... Они же у себя написали 3 года назад, получается. Даже, ну, чуть больше, почти 3,5. Подобную же статью. Причем у них разные авторы. Сейчас это написал Hosting Manager, а в прошлый раз написал Василий Исков. Василий Исков какой-то. Ну, блин, надо за права-то... Причем, что характерно, старая статья мне понравилась значительно больше, чем новая. Ну, в общем, суть в чем? Они фантазируют о том, как сломать интернет. Как сделать, чтобы там в каком-то месте, а может быть во всем мире, отрубился интернет за раз. И что вообще как бы... Ну, вот как? Ну, здесь много шуток, много всяких там историй и так далее. Я сконцентрируюсь на сухих фактах. А сухие факты таковы, что первое, это можно уничтожить подводные магистрали. То есть вот эти трансатлантические, так сказать, ну, не только трансатлантические кабели, океанные, подводные. Потому что есть даже кабель между Норвегией и Исландией. Ну, понятно, как еще в Исландии интернет завести. Вот только через Норвегию. Есть в Гренландии даже кабеля. Ну, там-то трансатлантический, там, Атлантический океан. Короче говоря, причем в 2014 году было сказано, что многие из них, большинство, непонятно где находятся вообще, где входы, где выходы. То есть есть, говорит, конечно, очевидные места, где прям помечено, написано, что здесь не копать кабель. Там с фитнес-треки у них ходили, я понял. Стопудово, да. А вот в новой статье уже прям, говорит, есть вот открытая карта на теле-джиографе. Все подводные кабели, типа, указаны. Можете ходить, смотреть. Но, говорит, даже если вы их все пойдете и перебьете, то интернет, так сказать, ну, запертый в рамках континентов, он все равно останется. Останется просто африканский интернет, там, американский и так далее. Вот. Ну, и да, если повредить несколько, то будет, естественно, сигнал идти в обход. То есть, ну, условно, повредил ты кабель, который идет из Америки в Европу. Из Южной Америки в Европу тоже идут кабели. И поэтому, ну, просто сигнал пойдет через Южную Америку, там кабель, так сказать, ну, нагрузится. Он лопнет. Там он как в мультиках надуется. Да, он, естественно, как в мультиках надуется, потом лопнет. Потом у него из глаз сердечки такие будут... Бум-бум-бум-бум. А потом, а потом тысяча тонн на него упадет. Да, потом тысяча тонн просто упадет, точно, пианино. Вот. Ну, короче говоря, здесь есть прям фотки, где пингвины идут прям по кабелю. Это смешно. Причем, я думал, пингвины только в Антарктиде, но, видимо, не только в Антарктиде. если сейчас по нашему с тобой кабелю идут пингвины? Стопудово. Вот. Ну, и тут в старой статье вот они сказали, что да, это сложно. В новой статье написано уже болгаркой, как бы можно распилить просто и похрен. Распил. Точно. Вот там солнечные вспышки, солнечные бури. Говорят о том, что есть солнечное излучение, которое просто очень плохо влияет на электронику, в том числе на маршрутизирующее оборудование. Вот, говорит, в тысяча, сейчас скажу, каком году, это я опять к старой статье обращаюсь, там поинтереснее про это написано. В 1859 году была такая вспышка, когда телеграф во всем мире вырубил. Вот тогда телеграф, это был прям пик технологий, и, говорит, даже током било операторов в тот момент, потому что, ну, солнце взбесилось и все сломало. И, говорит, сейчас, в принципе, с маршрутизаторами бы стало все то же самое и серверами некоторыми, поэтому на восстановление бы потребовалось немало времени. В 2012 году такой выброс аналогичной силы произошел недалеко от Земли, тогда вероятность столкновения оценивалась на уровень 12%. Два года назад, говорит, нам повезло, но повезет ли в следующий? Вот. Значит, в новой статье далее указано про дата-центры, про то, что можно вывести из строя дата-центры. И в старой статье было рассказано про вот эти 13 корневых серверов, на которых DNS сохранятся, то есть, все DNS соответствия между доменами и IP-шниками. То есть, как бы, это в косвенном смысле, если бы вот все 13 этих корневых серверов отключить, то люди даже на Google не смогут попасть, то есть, они же не будут вводить там 112.555, еще точка 112 вместо Google.com. Они подумают, просто интернет не работает и все. Хотя по факту он... Забанили, забанили. В Google как будто, их забанили. Хотя по факту он будет работать. Вот. Потом здесь говорят ну про ядерную войну по бреду, что если просто все разбомбить нахрен, то ничего не будет работать. Да ладно. Как бы вот... Слушай, блин. Как-то и неожиданно, да? Не поспоришь, да? Крючечками еще надо будет расплачаться. Хотя здесь пишут, что вот, кстати, в старой статье было, в новой этого уже нет. Бывает политическая воля, говорит. То есть, вот зарегистрировано, когда в Сирии в 2012 году, 29 ноября, тупо за минуту пропал весь трафик вообще. То есть, это отрабатывали, так сказать, учениями, как сделать так, чтобы все отрубилось. Ну, в Северной Корее, говорят, вообще интернет есть только у... Ну, именно тот самый внешний интернет только у избранных, так сказать. Ну, у него, видимо, у любовниц, я не знаю. У его? У любовниц! Вот. Тут также про Египет показывают, что в 2011 году, видимо, это был момент, когда были какие-то антиправительственные выступления, у них же как раз там через Фейсбук все координировалось. У них тупо обрубили весь интернет за 10 минут. Вот тут написано, что, ну, не за 10, ладно, за 20, видимо, у них как-то долго это все в отличие от Сирии происходило. С 22.10 до 22.35 весь интернет просто у всех провайдеров отрубился, и все. И парализован протест оказался. Хотя, насколько я помню, там все равно пучило их, дай бог, но тем не менее. Такие дела. Вот про сломать интернет я закончил. Слушай, это какие-то, знаешь, разрушители мифов были. А если проверить, а если вырубить сами, поприкалываться, они не будут проверить? Ну нет, да, как-то решили, что... UA-хостинг зарегистрирован не на Украине, на Белизе. Это специально, чтобы если на Украине все выключат. Причем прям в бутылке Белизе просто он зарегистрировал. О-о-о! Это круто. А, кстати, Дуров, вспомни, он гражданин Невиса по бреду тоже. Он там как бы не был никогда, но он гражданин Невиса. Это остров в Карибском море. Так он, что ли, Джонни Депп? Он. Капитан Джекарди. Капитан Павел Дуров, да. Я понял. Окей, Вафа Абзи еще предлагает, между прочим, не останавливается на достигнутом. Стрелка Магазин, как обычно, наши любимые. Стрелка, ты сказал? Стрелка, Стрелка Магазин. Стрелка.ком пишут «Полюбить советскую архитектуру. Гид по архитектуре конструктивизма и советского модернизма». Значит, здесь что у нас? Здесь что у нас? Здесь представлено на этой странице. Я вообще прочитаю. Мне нравится, как здесь написано. Несмотря на то, что Екатеринбург пытается строить бренд города вокруг архитектуры авангарда, наследие конструктивизма и советского модернизма на других территориях бывшего СССР продолжают разрушать, продолжают разрушать, завешивать рекламы или просто игнорировать. Многие видят эту архитектуру заурядной, серой и монотонной. Слишком сильно она ассоциируется с недостатками советского быта, но именно функционалистская послевоенная архитектура стала одним из неотъемлемых символов оттепели, прогресса и десталинизации. Авангард 20-х повлиял на облик городов во всем мире. Самое время открывать свое сердце советской архитектуре с гидом от Стрелка Магазин. И здесь, короче, просто как бы ссылок 10, наверное, на описание вот этой вот, той самой советской архитектуры в разных городах. С фотографиями, естественно, с фотографиями. Просто слушатели, просто представьте или съездите в эти города и посмотрите, если вы слушатели. Пока будете слушать наши подкасты, да? Зрители, посмотрите видео, ну или посмотрите, можете просто зайти на стрелку, посмотреть там фотографии. Например, начнем с Питера, быстренько, начнем с Питера, заходи в него, жмякай на фотку. Здесь есть описание, собственно, самих зданий архитектурных строений и фотографии тех самых зданий, которые все еще остались, они все еще нам напоминают о советской архитектуре того времени. Вот, например, сразу, вот первое, давай сразу первое, тракторная улица и комплекс зданий на Нарвской, Нарвская, вот есть такая улица в Питере, и посмотри, вот такие... Он в честь дома Нарвола Редла, скорее всего, надо. Видимо, видимо, район метро Нарвская, между прочим, зацени, какое здание прикольно, такое, знаешь, ну вот из него еще должны, вот я бы поверил еще, я бы вообще, вот если бы не было тачки справа вот этой вот, и если бы еще из окон торчали какие-нибудь, знаешь, не подгузники, а именно старые какие-нибудь... Пеленки, пеленки, да-да-да-да-да-да, вот, и не было бы вот этих евроокон, я бы поверил, что это прям вот то самое время, то самое время советское очень так сделано, прям действительно, и я не скажу, что серо сделано, опять же, то есть на сервис напирают, вот даже по первому зданию, мы открыли самое первое здание в Питере, между прочим, в сером городе, практически коралловое, то есть, ну не коралловое, а оранжевое какое-то, но это точно не серое. Да, да, оно веселое. Идем дальше сразу. Первый жилой дом Ленсовета, посмотри, как он кастомно сделан, сейчас так не делают кастомно, какие лестницы, какие, значит, а как ты посмотри, как студенты, это возможно студенты, я не знаю точно, учатся ли, я его студенчески не проверял, один студент. Вот, да, посмотри, как они, это вообще картина, я считаю, просто, просто можно на картину. Ее прямо на холст можно маслом. Да, на холст маслом можно положить. Дворец культуры имени Ленсовета, мы по Питеру все еще идем. Посмотри, тоже, такая высокая одна колонна, и какое, а какие окна? Чтобы ты понимал, скорее всего, высокая колонна, это лестница. Обычно в таких, вот в Советском Союзе, обычно именно вот в таких вот местах, в таких завитках, круговая лестница, она не обязательно именно в круг, она просто по периметру этого квадрата вот так идет, и все. Да, и посмотри, какие широкие, я очень люблю вот такие широкие, высокие окна, это прям шикарно, там так много света. Там нужно именно так, в учебных всяких местах. Это еще дом культуры, ну, значит, там прям танцевать можно. Да, да, дальше, дом коммун, дом коммун на общество полит, полит каторжан, понимаешь, полит каторжане там сидели. Каторжник, возьми это письмо. Здесь не то, чтобы есть на чем останавливаться, но тоже достаточно кастомное здание за большими окнами. Дом культуры имени Ильича. Балкончики смешные на полокна. Да, балкончики смешные, чтобы покурить только, чтобы выйти, кинуть бычок вниз. Хотя я вижу, что слева большие балконы есть уже в тени. Но вот конкретно тут, конечно, да. Да, дом культуры имени Ильича, дом, московский райсовет, просто пойдем, ты просто скролль, показывай фотки. Московский райсовет, чисто наш арбитражный суд. Блин, ну слушай, московский райсовет, очень эпичный. Двери особенно, еще над дверями, вот эти все квадраты. Блин, такое ощущение, что дядя Степа будет там заходить. Да, это какая-то вавилонская башня, толстая просто. Ну вот реально, это просто охренеть. Силовая подстанция фабрики Красное Знамя. Ну это вообще, это я считаю Fallout. Это просто, ну я не знаю, как это назвать. Да я и сталкером бы это назвал в том числе. Да, 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 это же просто, ну это шикарно выглядит, я считаю. Как они вообще вот кирпич кладут в круг? Я каждый раз, я понимаю, что там это скорее всего легко, но как-то в круг вот там. Кирпич он квадратный, как его в круг положить, мужики? Ну серьезно, вы что, круглый кирпич завезли что ли? Я не понимаю. Объясните мне, кто архитектор. Ну вообще, ты же видишь, что там круг-то, у него радиус достаточно большой, то есть там просто чуть-чуть смешают. Я понимаю, что там квадратура круга определенная. Да, есть определенная квадратура круга, но все равно это смешно, ну круглый кирпич. Водонапорная башня и канатный цех завода Красный Гвоздильщик. Вот это, это что-то тоже. Мне кажется, такими зданиями вдохновляются реально люди, которые создают игры там, я не знаю. Мне кажется, Гигер таким должен вдохновляться. Да, да, да. Это же вообще. Он реально жутковатый. Как будто вот, знаешь, на даче подвесили бак. Да, да. Поставили. Вот так же только здесь прямо это здание. Там еще после солнечного дня теплая вода, можно обмыться, подойти, ополоснуться. Да. Что еще? Фабрика-кухня Выборгского района. Ну... Слушай, смешно. Вот там эта башня, да? И там справа знак объезд. И смешно было, я сейчас приближаю, там просто по-немецки просто написано. И это не Питер, как бы, нихрена, ну да. А, это имеешь в виду, это да, это все подстава. Фабрика-кухня Выборгского района. Афганг, я вспомнил, как по-немецки объезд. Ну, здесь ничего такого примечательного. Круглая баня на площади Мужества. Представляешь, круглая баня на площади Мужества. Это мужская баня, интересно, или женская? Скорее всего, женская. Надо мужество набраться, чтобы туда подглядывать, потому что, видишь, она, кстати, тоже круглая, тоже, по-моему, из кирпича. Тоже круглый кирпич, похожий. Вот, можете почитать, между прочим, здесь я просто пропускаю, здесь на самом деле, это вообще-то детали написаны, про каждое здание, можете почитать обязательно. Если вы, например, в Петербурге, вам интересна история Петербурга и здание, тем более, а если вы вдруг не знаете, не в курсе, а учитесь на архитектурном, не дай бог, или на строительном, вот как у меня батя учился на строительном. Есть вот именно отдельно строительные, то есть у них тоже до хрена архитектуры, но конкретно строители, вот им это прям тема, это прям тема. Идем дальше. Питер посмотрели. Что еще? Тбилиси. Тбилиси. Не хочется никого, понимаешь, обидеть. Я вот сейчас не посмотрю, Тбилиси, что будет. Может быть, давай сразу к Москве перейдем, например. Давай с Питера и Москвы или к Тбилиси пойдем. Ну-ка, там много вообще или нет? Ну, в Москве точно будет много, но я думаю, оно хотя бы будет классное. А на самом деле, в Тбилиси-то еще класснее. Там до свидания, наркомания такая, что просто... Ну так что, скажи, что открывать. Ну давай Тбилиси откроем, реально, там гигер. Хорошо, хорошо, открывай. Короче, Армен Арутюнов нам предоставляет все вот это вот, все вот это. Ну здесь многое мы видели в прошлых статьях. Например, Министерство автомобильных дорог Грузии. Ты просто реально же, это как будто дороги, только дома, только этажи. Вот. А дальше посмотри, комплекс жилых зданий, просто комплекс жилых зданий какой-то, но он, видимо, не достроен, но там до свидос какой-то вообще. Там еще и фотограф, и просто итальянцы. Достойно практически того, что сейчас строят у нас. Ну да, да. Дворец творжественных обрядов, ты просто посмотри на это, на дворец творжественных обрядов. Тут, это как будто я в каком-то, не знаю, В барселонске, этот, Саграда де Фамилии отдыхает вообще. Да, во-первых, да. А во-вторых, во-вторых. Там колокола еще. Вот на этих металлических штуках. Блин, это как будто, знаешь, сейчас я тебе скажу, где, это, короче, в Вовке, так, уже хорошо, да? О, хорошо, так. О, да, давай. в Берлинг Крузейде, в последнем, ну, Долоран и Долоран, в последнее, последнее локо, там такая, там магическая, там, где уже на кораблях прилетели, как они. Вот, короче, вот это как будто уже из космоса прилетели, чуваки на такое что. Ты имеешь в виду те, которые крепость, бурь, Алькатратс и так далее. Там ты уже просто где-то в космосах находишься. Это дренейские типа корабли на самом деле. Вот, вот, да. Это как будто уже в Тбилиси дренейские корабли на самом деле. Как будто они сами дренеи уже. Вот это просто охренеть. Дом политпросвещения дальше, посмотри, как он выделен. Ну, там такой рельеф, конечно, тут тоже наркомания-то еще. У них еще везде 600-ый Мерседес и Глоттасты стоят. Как надо, вообще, центрально-водно-спортивный комплекс имени Ленинского комсомола. Его, как бы, я так понимаю, он есть вообще или нет? Тут какой-то, если честно, можно... Он есть, но тут фулл аут. Тут фулл аут, и, собственно, он и выглядит как-то просто футуристично, я не знаю, но это вообще охренеть. Археологический музей дальше. Тут тоже Гигер как будто постарался, но это вообще тоже... Вау. Все супер футуристичное. Вообще, Тбилиси молодцы, конечно, в этом плане. У них очень много... Они, правда, видимо, заброшены многие издания, как я вижу, ну, по фотографиям, судя, я не знаю. Кто из Тбилиси, напишите, как вообще вот эти здания, но они выглядят просто из другой планеты, реально. Просто из другой планеты. Ладно, окей, пойдем дальше. Давай Москву. Город-героя Москва. Здесь что? Здесь что? Сразу хочется обратить внимание. Давай я выделю что-нибудь действительно интересное. Действительно необычное такое. Давай попробуем. В Москве. Я открыл, и здесь вот на самом деле все... Уже Тбилиси-то не перебить, понимаешь? Я просто реально, ну, не перебить Тбилиси. Никак, ничем. Ну, не первое зелененькое здание, понравилось. Наши, кстати, красненькие или какие? Наши, знаешь, какие-то? Давай последнее здание. Посмотри, скролль до конца, там школа номер 600. Вау. И школа номер 600, во-первых, мне нравится, что она, в принципе, 600. Это прикольно, то, что, во-первых, столько школ может быть в городе. 600-я школа, то есть пиццарик стоит перед ней. Да-да-да, там должны быть 600-я стоять. Школа на Доровяной площади с круглыми окнами. Я не знаю, функционируют или нет. Это тоже, я уверен, это лестничная, вот это все, пролеты лестничные, вот и башни. Да, но само оформление, отделка, внешняя, я имею в виду, она такая очень старенькая. И круглые окна, это, конечно, суперкруто. Я вообще не знаю, насколько там по санпинам, по хренинам можно учиться и не обвалится ли там балка на тебя, пока ты на геометрии сидишь. Но реально, или пока ты там на физре за жопу ущипнул кого-нибудь, опять же, не повторяйте это дома, естественно. Но тем не менее, пока ты по канату лезешь, ну вот это вот круглые окна. Я не знаю, ну короче, круто, короче, круто. Москву посмотрели, йобург, не знаю, давай на йобурге не будем даже останавливаться, потому что там опять же повторки, по-моему, потому что мы уже смотрели с тобой йобург. Хотя слушай, здесь, конечно, а, ну опять город Чекистов, полукруглые здания, полукруглые эти, круглые кирпичи. Да, да, очень классное здание в йобурге, действительно, очень много прикольного, и они реально, надо признать, что у них многие здания в центре находятся, и они выглядят очень свежо, то есть они реставрируют их так или иначе. Пойдем дальше, йобург, молодцы, Алмата. Давай Алмату откроем, я уверен, что у них много тоже такого, что, как в Тбилиси. Слушай, ну в Алмате, блин, там вообще, там кинотеатр Арман, это какой-то прям, да, надпись такая классная, сам по себе Арман, там надпись классная. И прям, ты уже в Алмате, да, или нет? Да, да, но у меня еще не подгрузились картинки, я перезагружаю, так сказать, страницу, и поэтому у меня еще пока только гостиница Алматы подгрузилась. Алматы Hotel. Тоже, просто проскролли, ну просто проскролли каждое, я даже не буду говорить, кинотеатр Роман классный. Интересно, это неоновая вывеска изначально была или нет? Вот, да, да, тут вообще все классно, тут вообще какая-то античность уже пошла, я не знаю, но реально, ну вот тут людям, которые занимаются архитектурой, прям, можно дипломы писать легчайше, то есть вот найти легко, у нас сложно, знаешь, Челябинск, надо еще поискать здание старое, да, а у них просто по каждому можно писать, и писать, и писать, и писать, вот, окей, значит, Алма-Ата, Самара, Посмотри, вот там, где Алма-Ата, дворец бракосочетания, там, во-первых, круглый кирпич, скорее всего, уж круглое здание, а во-вторых, там мозаика, видимо, казахская, какая-то народная сказка, там казах и казашка женятся, и там сверху в небе голуби летят, а за ними два коня, ну тоже пара. Ну это уж не голуби, наверное, лебеди, голуби, что-то шире, когда я тупой, нет, лебеди, просто лебеди, другу и так далее. Вот. И вот у нас где-то на входе, то ли в Чемызовский парк, то ли куда-то, тоже такая мозаика прямо на улице есть, что там детки гуляют, ня-ня-ня, мимими. Поэтому тоже надо фоткать и сюда. Я жду, когда про Челябинск они сделают, и мы прямо с тобой будем сидеть с лицами. Может быть, стрелка под нас делает статьи, может быть, они сделают про Челябинск одну отдельную статью, я был бы рад, на самом деле. Ну, согласен, главное, чтобы не под Вадимом Икеево, потому что тут бы тогда про равноправие были статьи просто о том, что бывают архитектрисы, и они тоже классно делают и вообще, поэтому... Так, Самара, я быстренько посмотрю, в Самаре тоже все классно. Блин, к сожалению, везде все классно. Вот невозможно даже не пропустить, не Кишинев, и Кишинев я открываю, а в Кишиневе там вообще красота. А в Ереване, в Ереване все красота. Как бы, давай-ка, ой, в Ереване там такие балконы, ё-май, чё делают, чё делают на самом деле. Мы причем с тобой разные смотрим, я так и смотрю Самару в итоге. Ты так и сможешь Самару, ну и... Ну ладно, короче. Там много, ну да, просто полистайте, посмотрите, это прям стоит того. Да-да, мы как бы вот не можем уж все пройтись ради вас, посмотрите реально, почитайте, каждому изданию подписана небольшая история про него, дата создания, все есть описание, все классно. Окей, идем дальше, не можем реально останавливаться, ну слишком до хрена всего. Житуха у нас пошла, мне нравится, у нас есть раздел новой житуха, просто вот житуха. А он у нас по-разному, иногда называется пара слов, иногда житуха, иногда вот что-то еще. Да, банан великий, оставляет нам комментарий, хотел, говорит, предложить крутую статью про UX, но что-то не нашел такую, грустные скобочки. Вместо этого нашел один очень крутой проект, patreon.com.com.au Там можно стать спонсором одного крутого проекта двух челябинских парней, которые делают подкаст про веб и ижи с ним, научпоп и дизайн и разработка UX все как вы любите. Почувствуйте себя крупным инвестором, не выходя из своего уютного теплого пледика. По скриптам, для тех, кто в танке, сообщаю, что согласно журнала Банана Форбс, самый лучший хостинг галактики Млечный Путь и веб-дизайн.ру смарт-тейп. Ей доверяют такие организации, как НАСА, ООН, а также другие организации, чьи названия я не могу называть из соображения безопасности. Вот такой замечательный комментарий нам остался. Великий Банан. По-моему, это можно вот как рекламный текст использовать. Он просто практически продажник. Он нам написал рекламный текст, который можно использовать. Окей, спасибо Банан за комментарий. Круто. Ну и последняя тема из «Жетухи». Она как бы как последняя. Там две темы. Внутри. Это тоже Вафа Абзи. Не успокаивается предлагать про архитектуру, в принципе, чему мы и рады. Ой, на силе воли, абсолютно. Просто на кончиках пальцев я сижу, это говорю. На «The Village» статья. Статья про телебашню в Йобурге. Не зря мы на ней сильно не стали останавливаться на прошлой статье, на «Старелке». Здесь мы посмотрим чуть-чуть подробнее. «The Village». Все знают. Нам, конечно, есть еще жизнь во французской провинции. Чуть-чуть тоже посмотрим. Чуть-чуть посмотрим. Ну, как бы так. У меня там тоже есть пару слов, что сказать, но давай. Вот. Но, тем не менее, в общем, тут вся эта тема про... Все, кто есть в Йобурге, они знают эту тему. Башня, короче, башня, телебашня, которую строили до перестройки, начали строить до перестройки и не успели чуть-чуть. Вот прям до шпиля дошли и шпиль не успели поставить, понимаешь? И, значит, началась перестройка, денег не стало, значит, телебашня оказалась не нужна и, в общем, ее забросили. И в итоге, в итоге, она стала называться, между прочим, башня смерти, кстати говоря. Я знаю этот миф. Точнее, это не миф, это реальная тема. Мне рассказывали, что, короче, вот эта телебашня, во-первых, очень много суицидов с нее было сделано. Потом там даже были суициды, в смысле, именно чуваки, которые хотели суициднуться. А была тема, что, короче, чуваки забрались смотреть то ли День города, то ли что-то такое, короче. Тут это написано, на самом деле, в статье. Просто забрались. Она была, знаешь, доступна, просто открыта. Заходи и поднимайся. Короче, забрались просто посмотреть то ли на фейерверки, то ли на что-то. И то ли начали как-то спускаться, неудачно. То ли что, короче, попадали куча народу. И там до сих пор не установлено, сколько народу попадали и умерли, реально. Там от нескольких до 50 людей вот просто пачкой, реально. То есть, это башня смерти, она еще выглядит страшно, понимаешь? Она еще выглядит недостроена. Она еще с какими-то зияющими дырами, недостроенными, значит, кусками. В общем, такое не очень. Она и высокая, ее и видно еще отовсюду. То есть, это такой объект, недостроенный объект, который видно отовсюду, и он некрасиво, так страшновато, немножко выглядит. Поэтому башня смерти. Она высокая, охреновина такая, 220 метров, фактическая высота. Она должна была быть реально вот выше, ну, одна из самых высоких башен реально должна была быть. Она в проекте с несколькими еще башнями. В Вильнюсе еще где-то, по-моему, три башни таких. Фактически. Вот. А, в Таллине. Вот. То есть, проект один и тот же, по сути. Тех, кстати говоря, успели достроить, а у нас не успели достроить. Кроме этого, значит, здесь грустная история про чувака, который практически прошел полный путь с этой башней. Он пришел в проект, когда башня была построена на 20 метров. И отстроил еще 200 метров там. Это чувак, который, сейчас я скажу конкретно, что он делал. Сейчас ему 75 лет. Его зовут Вальтер Рейнгольд, чтоб ты понимал. Уже хорошо. Он, типа, знаешь, не снабженец. Ну, типа того, короче. Но он отвечал за всю хрень полностью. Ну, короче, за вхозного, типа, что? Каждый метр, да, каждый метр это его тема полностью. То есть, все подписать бумажку про вот круглые кирпичи это его тема. Значит, он, естественно, его командировали там из каких-то других городов. Они приехали в итоге с женой в Йобург. Он начал строить, ну, в Свердловск тогда еще. Начали строить вот эту хреновину. Полностью, значит, он переживал, значит, что он все сделал. То есть, вся его часть, от его, его, как бы, с его стороны пули вылетели. 200 метров построены. 220 метров башни есть. И прямо вот перед тем, как все коммуникации, то есть, туда зайти должны были все там пожарники, хренарники, все, кто там подписывает, все, должны были зайти туда. Плюс поставить шпиль, значит, перед этим как раз была перестройка и все остальное, и, в общем, забросили все дело. И так и осталось. И, понимаешь, забросили-то забросили. Хрен с ним. Он вообще от себя говорит, что башня классная все еще. Балдею. Говорит, когда строили, я прям, идеальное место. Оно действительно идеальное. То есть, видно со всех сторон, вот как у нас университет Юргу, да, его тоже везде видно, шпиль. Он на таком выгодном месте стоит, на возвышенности как бы. Так же и там эта башня стоит, короче говоря, он прям доволен абсолютно был всем этим. Здесь есть фотка еще, вот если проскролишь, проскролить до его фотки, где он как бы грустненький стоит. У него такая красная куртка. Ну, да. И он грустненький держится за восьмиклиночку свою, ну или как она называется, за кепи свою кепи. Нет, тогда я не тут смотрю, сейчас я проскрою. Дальше, ниже, ниже смотри, ниже смотри. Все вижу, да. И здесь, именно в этом абзаце написано, что принято решение таки. То есть, было куча конкурсов по поводу, что сделать из нее. ЗАГС, там, Хрена, все, вот это все. Но как бы из башни смерти уже ничего не сделать. И поэтому принято решение снести башню все-таки. Полностью. Хотя, чувак, как бы, ну, ты представляешь, ты строил, строил 200 метров от хреначил, значит, там, кучу лет своей жизни угробил, да? Ну, как бы, как угробил. Ты как бы получал за это деньги, базара нет. Вкладывал душу, все такое, потом она стояла неиспользуемая, и тут ее все, ее просто под снос, короче. Полностью ее рушат, валят, короче. И все, собственно, вот такая вот история. Ну, а дальше на позитивной ноте написано, что, типа, ну, а, кстати, в Таллине и Вильнюсе все стоит, все нормально, там успели построить, но это The Village. Все стоит, все построено, заш, все классно, и реставрируют их постоянно, короче, там тоже какие-то у них инциденты случаются постоянно, тоже какие-то там ломаются хрени, они что-то их строят, ну вот. А Йобургская штука будет под снос, и, как я понимаю, они подобную башню хотят перенести другую, отстроить в другом каком-то месте, а здесь будет другая штука, в общем. Так что вот такая, вот такая небольшая, такой небольшой момент из жизни Йобурга и архитектуры Йобурга, собственно. Ну, слушай, да, да, я вот, ты говоришь, все, кто из Йобурга, они в теме, я вот сколько там был, что-то не видал, хотя вот я смотрю, например, вид на набережную, точнее, ну, с моста через реку, и я видел, вот там цирк виднеется, вот это все, а башню то ли я не замечал, то ли я упоролся, хрен его знает, но вот как-то я... Ну, возможно, ты уже не заметишь, если ты не понимаешь, потому что они уже в январе закатили туда тачки и уже определяют место, куда упадет башня, там же ты понимаешь, она складывалась, уже будет там, до свидос, махина. Вот, и возможно уже все, возможно уже все, но я знаю, что ты много не потерял, она не очень красивая, она как бы жутковатая, ну и на фотках, в принципе, можно посмотреть, так что, ну, в принципе, похрен. Последняя статья, короче, journal.tinkov.ru, я уже не знаю, зачем вообще на Тинькове это написано, но допустим, в блоге, последняя статья на сегодня, и уже будем завершаться, Мария Саилен, у нас, между прочим, полтретьего ночи, чтобы вы понимали наше состояние, военности. 23, да. Да, Мария Саилен живет во Франции, написала статью про то, как она вышла замуж, не поверю из этого слова, за француза, за чувака, точнее, кто во Франции живет, я не знаю, за француза, за француза, вот первый жертв за... Четыре года назад я вышел замуж за француза, переехал жить в маленький город. Ну, знаешь, я тоже могу быть французом, например, если я поживу там, ну, получу гражданство. Правильно? Я же буду французом. Да, наверное, да. Вот. Ну, короче, вышла за француза, тем не менее, здесь есть неинтересные куски, которые мы будем пропускать, а есть интересные, конкретно у Марии есть интересные куски, а есть нет. Ты заводочку хотя бы скажи. Заводочка такая. Жила в Питере 16 лет до этого, училась, работала, бла-бла-бла, видимо, до этого еще где-то жила, потому что вряд ли она в 16 лет вышла и уехала в Францию. Дни проходили обычно, в офисных совещаниях, в офисе все работало, поездки в метро, встречи с друзьями, а сейчас переехала во Францию, в тихий городок, в супертихий городок, который называется, сейчас я скажу точно, как он называется, Френе-Сюрсарт, симпатичный городок, буквально, знаешь, на вообще вот, ну, я не знаю, на сколько жителей, по-моему, было написано. Две тысячи, написано население города, всего две тысячи человек. Да, две тысячи человек, две тысячи человек, это на самом деле недалеко, потому что во Франции, в принципе, все недалеко. Париж находится в 180 километров от нашего дома, это практически полдороги до Йоборга от нас, фактически, вот. Она пишет, что от Твери до Москвы примерно расстояние, значит, чтобы доехать от нас до Парижа, нужно добраться до города Ле-Ман, 40 минут на машине, а там сесть на скоростной поезд, который идет еще 50 минут, то есть некоторые люди даже ездят в Париж, на работу. Реально. Ну, это в Европе очень, так сказать, обыденно. Да, распространенная практика, как я понимаю, да. Здесь есть фотка сверху Френессюр Сарт, того самого маленького городка, центра. Ну, такие, реально, французские, видно интерьеры и экстерьеры, скорее даже. Такие, прям вот, как будто вот часовня, и вокруг нее домики наставили. Вот реально, центр такой, как бы, прикольно. Значит, здесь есть немножко цифр, как будто Дудь к ней приехал, и она начала говорить, значит, сколько она зарабатывает, точнее, сколько она тратит. Она немножко говорит про визу, там, как и что, очень легко ей было получить визу, и вообще было легко жениться во Франции, то есть это не проблема. Ей даже не надо было получать специальную визу для брака. Она просто взяла и женилась, не с хрена. И так подошло, то есть это норм. Потом она уже вернулась там для специальных виз, то есть это оформление виз вот этих вот по браку конкретно. Я не знаю, не вникал на самом деле. Здесь дальше есть... Я не могу похвастаться, да, я тоже не вникал. Да, хотя, наверное, казалось бы, надо больше повникнуть, возможно. Короче, здесь есть много, она пишет про банки, вот это самая неинтересная часть, мне показалось. Там какие кредиты выдают, какие-то лимиты, хрениты, что можно типа максимум 500 евро снять с карты в день, что ли, что-то такое, короче. Вот. Наличные ячейки, здесь она много говорит про бабло. Мне было интересно про жилье прикольно, в принципе, про жилье прикольно, сколько что стоит. Небольшой домик такой, знаешь, типа там у них 100 квадратов, 100 квадратов, короче, 8,5 лямов рублей примерно. 120 тысяч евро, в зависимости от курса, то есть, соответственно. Ну, то есть, не сильно дорогие вещи, но на самом деле, вот я посмотрел, уровень жизни, скажем так, все дорого. Я вот так скажу, все дорого, по еде она говорит, короче, здесь все дорого, налоги большие, короче, ну, как все во Франции. В принципе, во Франции достаточно дорого жить, я имею в виду по меркам, по русским меркам, естественно. Ну, и в сравнении, в процентном соотношении на их зарплаты, то есть, она дальше говорит про зарплаты, уже будет, тут коммунальные расходы, все вот это она описывает, что у них достаточно все, естественно, как ты понимаешь, это село сраное, ну, конечно. Там обеспечение абсолютно хреновое, то есть, электричество абсолютно дорогое, вода дорогущая просто, то есть, максимальная экономия, набрать водичку, потом в ней помыться, ее слить, не лить полностью, знаешь, как ты сел и льешь, у тебя льется и льется, и льется, нет, набрать, помыться, и так далее, вот, то есть, здесь, короче, максимальная экономия, все дорогущее, короче, все очень далеко доставляется, значит, все за большие бабки, еда все, ну, короче, сельская такая, абсолютно сельского типа, причем для богатых чуваков, видимо, в основном пенсионеры живут, зарплата у них средняя, типа, 1100, 1700 евро, помедиане, если возьмем, 1700 евро, короче, то есть, помедиане, это значит, что половина людей, я не успел переспросить, что значит помедиане, ну, то есть, помедиане, это значит, что равно удалить, вот, 1797 евро, короче, это посередине зарплат, то есть, половина людей получает меньше, а вторая половина больше, вот так, но тут неравномерно, то есть, кто-то может и 10 евро, а кто-то 100 тысяч евро, и это как бы сильно больше, то есть, ну, вот, типа, вот, короче говоря, ну, вот это такая, это 120, что вы понимали, где-то 120 тысяч рублей зарплата. Это, кстати говоря, не очень много, потому что если вспомнишь, что у них все дохрена дорого, то как бы приходится крутиться. Она очень много пишет еще, говорит, что очень много все люди работают, и, короче говоря, охрененно не безработица, а, короче, дефицит работы. То есть, короче, люди просто реально... Все хотят, как бы, рады бы пахать. Все хотят, да. И реально, все даже в ресторанах, официанты, казалось, бы, ну и даже в фастфудах, как я понимаю, и вообще в принципе люди не маленькие, люди не, в смысле, не студенты какие-то работают, а 40-летние чуваки реально, мужики, которые, казалось бы, даже на заводах, да, пахать или где-то там какую-то интеллектуальную работу делать, они работают в сервисе просто потому, что ну, как бы, а где? А как? Вот. И, как я понимаю, нет вариантов других. То есть, люди... Проблема, я думаю, не столько глубинки, сколько вообще, в принципе, сейчас Европа. Это, я думаю, проблема Европы. Да, роботы всех будут заменять вскоре, и это прям вообще будет катастрофа. Да-да-да, вот. Ну, короче говоря, знаешь, так деликатно подходят к жизни, не просто как вот, знаешь, на широкую ногу, да я там, да мне похрен, я уволился, дальше пошел, да мне на деньги насрать и так далее, так далее, так далее. Вот. Это можно заметить, может быть, у нас в России часто, ну, в смысле, в каких-то там, знаешь, в бизнесе. Здесь очень, короче, деликатно подходят к жизни. Люди, поэтому... Ну, что еще можно сказать? Про связь она здесь говорит, там, какие у нее, опять же, какой айфон, за сколько она взяла, там, в кредит, по договору, как обычно. Но это все, все можно узнать, опять же, из почитав статью. Про еду она вот говорит, очень интересный абзац про еду, что, в принципе, французская еда, вообще французская кухня отнесена к культурному наследию ЮНЕСКО. Только поэтому они жрут, говорит, по полтора часа жрут. То есть, быстрый перекус, 10-минутный, это просто оскорбление для француза. Вот у меня мама была во Франции, да ты сам, собственно, был во Франции. Короче, сидят, постоянно жрут, короче. Вот можно так сказать. Я тебе больше скажу, я-то жил там в деревне полторы недели, в которой 600 населения, не 2000 даже, а 600 в Прованских Альпах, там даже аптеки не было в деревне, надо было ехать в соседний магазин, и там у них не то чтобы... Соседнее село за самогоном. Аптека, да, так часто пригождалась, ну просто как факт об инфраструктуре. Кинотеатры, это вообще, я молчу, это там вообще крайне в соседних деревнях, в соседних городках уже. И там вот у меня что вообще в душу запало, это то, что там тетки и бабки, они точно так же торгуют трехлитровками с огурцами, с вареньями, там. Вот тут все, что домашнее, так сказать, там делается, из скотины и так далее, оно вот все точно такое же, как у нас в глубинке. Ну только там цены прям в евро конкретные, там сыры, там много домашних сыров, и они стоят просто космических, там 100 евро за килограмм, 60 евро за килограмм. Это при том, что в Сьюпо-маркет ты идешь и за 5 евро килограмм сыра с плесенью просто покупаешь, а тут ты 80. Ну да, это все-таки, видимо, какой-то надоинный, прям с какой-то золотой сиськи. Да просто он еще ферментированный, то есть там же, вот вообще, Кванто Фромаж, да, вот это 54 сыра, Фромаж, это по-французски сыр, и у них там везде вот это Фромаж, Фромаж, и там много сыров, они уже в какой-то шелухе, знаешь, там надо отряхнуть, это как будто какая-то какашка лежит в опилках деревянных, их надо отряхнуть, ну можно с ними прям жрать. Короче, там они ферментируют этот сыр, как только не ферментируют, просто в подвал его кидают на 3 года, он там зреет, вызревает, и как будто... То есть там супер-нейтив такой сыр, который ты просто жрешь, и как будто ты это блюдо отдельно. Да, да, там прям вон на доске на такое подавать, отдельно еще заезженное, деревянное, и прям вот это отдельное блюдо. Ну да, здесь очень вкусно она описывает так же, как они в принципе жрут, то есть реально что пьют, что жрут, закуски, хренуски, куча всего, короче, то есть пожрать французы, это тема, их как бы никуда не деться. Ну про деньги почитайте, здесь прям про... Да, про деньги прям вот все, она написала прям вот реально, прям до евро. Можно посчитать свою жизнь. Вот. Что еще? Ну говорит про гречку, очень дорогая гречка у них. Ну на самом деле, по-моему, европейцы особо гречку-то и не кушают. Это как бы у них, наверное, как деликатес, она еще каша называется. Каша. Даже не столько деликатес, сколько и нахрен-то и не надо никому. Нахрен она не нужна, да. Да, это мы привыкли жрать. У них вот 4,5 евро, практически 300 рублей за килограмм. Я бы душу еще пожрал, несмотря на то, что я бы еще больше от души поспал. Но как бы вот блюда, конечно, крайне аппетитные. Я прям смотрю. Согласен, согласен. Да, ну вот, в общем, что еще надо сказать? Я здесь смотрю, бла-бла-бла. Блин, я опять же вспомнил, короче, как я смотрел в воскресенье, короче, такие детали прикольные в этом, в бесславных ублюдках. Но это на самом деле не к Франции, а к Германии. То есть там, когда они вот в подвале-то находятся в том самом, они выходят, короче, к немцам, к другим. Там реально немцы, фрицы сидят. И, короче, они начинают заказывать, они очень смешно говорят, что шнапс, шнапс, перечисляют, как бы он пальцем показывает, кому что. Так, тебе шнапс, 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 И они все, короче, это говорят. И как бы все такие, и он как бы каждого перечисляет, и говорит шнапс, никто не отказывается, то есть каждый будет пить снапс, все, это стопудовая тема, ну, настоящие эти немцы, а те, которые вышли, наши, которые замаскированные, они сразу же вискарика этого взяли, да, то есть такое палево, короче, вообще. Да, они, пожалуйста, бурбон, вот Джейк Дэниелс, да, уже просто вот неприкрыто. Да-да-да, вот. Ну, да, спасибо всем за статьи, за новости, или что, или тут что-то еще прям да, собственно, больше ничего, больше ничего, про медицину, короче, много про бабки она говорит, поэтому, да, почитайте. Да, спасибо всем за статьи, а Бойка, а Бойка, а Бойка, а Бойку я открыл, короче, Бойку я открыл, ну, давай, в принципе, что ты видишь, давай ты. Ну, как тебе сказать, я пытался как-то к Вадиму Макееву отсылку сделать. Думаешь, это он уходит, все, это он уходит? Да, да, это он уходит, вроде как бы плечи, ну, нормальные, мужские, а все остальное какое-то, вот, непонятно немного, поэтому, вот это он уходит, не слушает наш подкаст, нет, ему, как бы, кто-то про нас передал, что есть там два дурачка, они там что-то рякают, хрякают, и, как бы, он пришел такой, ухо окунул в наш подкаст, ну, а, ну, ладно. Обмакнул, я бы сказал. Обмакнул, ну, он же Макеев. Вот. Смешно, да. И, как бы, и ушел в закат, вот. Причем закат-то уже тоже заходит, он, может быть, до холма не успеет дойти, уже закат зайдет, а вот он только еще идет. Да. Ну, ладно, окей, все, всем спасибо, чуваки. Я думаю, что вам понравится это после нашего перерыва небольшого такого. Да, у нас два часа сорок три минуты упороться, вообще, сколько получается. Почти к трём пришли мы. Так что, как мы не старались сегодня сделать блиц, он, как водится, не получился. Ну, это поражен, что близки. Да. Хотя, причем, тем мало, реально, две светские новости. Ты представь вообще, что это такое? Одна разработка. Да там, они жирные, да, отмазываются уже. Да там они предлагают, это все наши козлы, которые предлагают. Спасибо всем за тему. Спасибо всем за тему, да. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Титтере, в Фейзбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюс. Обязательно Телеграм-каналы, Ювеб-дизайн и Варкрафт Русс. Это просто вот вы, плюсик вам в карму будет за Телеграм-каналы. На Ютюбе ставьте пальцы вверх, ставьте колокольчики, пишите комментарии. Эти звездочки, пишите отзывы. Я надеюсь, увидимся через неделю. Я надеюсь, у нас вот это вот, наш еженедельный подкаст будет не каждые две недели, а все-таки каждую неделю выходить. Что у нас не начнутся ежемесячные. Да, о, нет, ежемесячные их хватает уже в жизни. И так, хотя бы без подкастов, без таких. Так что, да, подписывайтесь и увидимся уже в следующий раз. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok